Через два дня после того, как Гитлер объехал Париж, он приказал все произведения искусства, принадлежащие евреям, передать в руки немцев для так называемой «сохранности», а на самом деле началось ограбление Франции. Если память мне не изменяет, Гитлер создал организацию, которая наблюдала за разграблением Франции, то их было несколько, но главным было подразделение, именуемое РРР. Объединенный штаб государственного чиновника Розенбарга. Это было внушительное предприятие. Оно располагалось собственной разведкой, выискивавшей произведения искусства, ударным отрядом для проведения рейдов и захватов и целым штатом искусствоведов и оценщиков. Бог ты мой, у них были даже собственные плотники, которые сколачивали ящики для упаковки украденных вещей и переправки в Германию. Рю де ля Боэйти, очевидно, была их первой остановкой. Эта организация нацеливалась на торговцев искусством и на коллекционеров. Коллекции Ротшильдов были захвачены вместе с их резиденциями, как коллекция магната еврея-банкира Давид Давида Вейла, а также Жака Старна. На все принадлежавшие евреям галереи на Рю де ля Боэйти были совершены налеты, и содержавшиеся в них коллекции захвачены, включая инвентарные списки изящных искусств Исаковича. Твоему отцу удалось спасти некоторые из своих работ. Большинство торговцев, включая моего отца, пытались уберечь принадлежавшие наиболее важные произведения. Их прятали в удаленных особняках или в банковских сейфах, или отправляли из страны. Но незащищенные работы немцы быстро хватали. До оккупации, во время странной войны, мой отец арендовал виллу в Бордо и перевез туда свои наиболее ценные полотна. Когда немцы окружили Париж, мы бежали туда. А когда Францию разделили на оккупированную зону и неоккупированную зону, мы осели в зоне, предлежавшей Вишии. Но осенью 1940 года ударный отряд РРР в сопровождении французской полиции взломал дверь на вилле и забрал полотна моего отца. Как немцы нашли его коллекцию? Он совершил ошибку, сказав одному торговцу, французу, что собирается сделать с картинами. Француз сообщил эту информацию в РРР в обмен на 5% от стоимости коллекции моего отца. — Салави! — Да, такова жизнь. Гавриэль знал, что было потом, и не собирался давать возможности Ешеруду все это снова рассказывать. Вскоре после того, как немцы вошли в неоккупированную зону в конце 1942 года, эсэсовцы и их союзники в Вишистском правительстве начали произвести облавы на евреев и депортировать их в лагеря смерти. Отец Ешеруду нанял пару басков, чтобы они провели Джулиана через Пиренею в Испанию, где он мог найти убежище, а мать его и отец остались во Франции. В 1943 году они были арестованы и отправлены в Соби-Бор, где их тут же умертвили. Ешеруда пробыла дрожь. — Боюсь, пора выпить. Вставай, Гавриэль, немного свежего воздуха нам обоим полезно глотнуть. Они завернули за угол, дошли до винного бара на Джермиен-стрит и сели возле шипящего газового огня в камине. И Шеруд заказал бокал медока. Глаза его смотрели на пламя огня, а мысленно он был во Франции военного времени. Гавриэль, подобно ребенку, входящему на цыпочках в комнату родителей, осторожно вторгся в его воспоминания. Что же произошло с картинами после того, как они были отобраны? РРР реквизировала музей Жо-де-Пом и использовала его для хранилища и сортировочной. Большой штат работал там день и ночь, каталогизируя и оценивая великое множество произведений искусства, попадавших в руки немцев. Работы, сочтенные подходящим для личной коллекции фюрера, для музеев Линзе и для других немецких музеев, главным образом старые мастера и произведения художников Северной Европы, упаковывали в ящики и морем отправляли на родину. А остальное — импрессионистов и современное искусство. Нацисты считали это дегенеративным искусством, но не собирались выпускать и из рук, не получив что-то взамен. Большинство работ девятнадцатого и двадцатого веков были проданы, чтобы пополнить казну и отложены для обмена. Какого обмена? Возьми, к примеру, Германа Геринга. У него был большой охотничий дом к югу от Берлина, названный Карин Холл в честь его покойной жены, шведской аристократки по имени Карин фон Фок. В нем находилась одна из крупнейших частных коллекций в Европе, и Геринг, пользуясь своей чрезвычайной властью, значительно расширил ее во время войны. Он использовал хранилище Жо-де-Пом как свое личное место для отдыха и развлечений. И Шервут опусошил свой бокал и заказал еще. О, Геринг был жадный мерзавец! Он забрал свыше шестисот картин только в одном музее Жо-де-Пом. Но он очень старался обставить это так, чтобы его приобретения, по крайней мере, на бумаге, выглядели законно купленными, а не украденными. Если он желал приобрести какую-либо работу, ее давали особо отобранному чиновнику, которую оценивало до нелепости низко. После чего Геринг немедленно забирал полотно и обещал прислать деньги на специальный счет АРРР. На самом деле он не заплатил ничего за картины, вывезенные из Парижа. И очутившиеся в Каренхоле? Некоторые, но не все. Геринг разделял презрительные отношения Гитлера к современному искусству и импрессионистам, но он знал, что такие картины можно продать или обменять на полотна, больше соответствующего вкусу. Одно такое дельце было обстряпано агентами Геринга в Италии. В обмен на семь картин итальянских старых мастеров Геринг отдал девять картин, вывезенных из Жодепом. Ван Гог, Дега, Сезанн, Ренуар и Моне — это лишь несколько имен. Все они были украдены из коллекции галерей, принадлежавших евреям. Геринг провел несколько других аналогичных обменов через торговцев искусством в Швейцарии. Расскажи мне о швейцарских покупателях. Нейтралитет поставил торговцев и коллекционеров в Швейцарии в уникальное положение. Они могли наживаться на разграблении Парижа. Швейцарцам разрешалось путешествовать по большей части Европы, и швейцарский франк был единственной общепризнанной в мире валюты. Не забудьте, что такие места, как Цюрих, утопали в прибылях от сотрудничества с Гитлером. В Париже покупали награбленные произведения искусства, и они пребывали в Цюрих, Люцерну и Женеву. И оседали там, конечно. Законы, охраняющие тайны банковских операций, сделали Швейцарию естественным отстойником для похищенных произведений искусства. Равно и законы, прикрывающие получение краденой собственности. Расскажи мне об этих законах. О, это блестящие составленные и чисто швейцарские по своей защитенности законы. Например, если человек честно приобрел какой-то предмет, и оказывает, что этот предмет был украден, то по закону через пять лет становится его собственностью. Как удобно. Обожди, слушай дальше. Если у торговца искусством оказывается украденная работа, настоящий владелец обязан вознаградить торговца, чтобы получить у него свою картину. Таким образом, торговцы и коллекционеры могут принимать украденные произведения, не страша с закона и не тратя денег? Совершенно верно. А что было после войны? Союзники отправили искусствоведа по имени Дуглас Купер в Швейцарию, чтобы он попытался докопаться до правды. И Купер установил, что сотни, если не тысячи, украденных роботоселей в Швейцарии за время войны. Он был убежден, что многие из них хранятся в банковских сейфах и на таможенных складах, не облагаемых пошлиной. Поль Розенберг отправился в Швейцарию, чтобы самому осмотреться. В одной галерее в Цюрихе ему предложили Матисса, увезенного из его собственной коллекции. — Замечательно, — сказал Габриэль. — Ну и как же повело себя швейцарское правительство, получив такую информацию? — Швейцарское правительство обещало союзникам сотрудничать с ними в поведении тщательного дознания. Оно обещало заморозить все германские капиталы, поступившие в страну во время войны, и произвести опись таких вкладов по всей стране. Но ни то, ни другое не было сделано. Дуглас Купер предложил временно отобрать лицензию всякого торговца, продающего украденные произведения искусства. Швейцарское правительство отказалось на это пойти. А Швейцарская Федерация Торговцев Произведениями Искусства велела своим членам не сотрудничать с союзниками. Словом, швейцарское правительство поступило, так поступает всегда. Оно заслонило свой бизнес и своих граждан от глаз чужеземцев. А торговцы вроде Поля Розенберга пытались вернуть свои картины через суд. Да, человека два-три пытались, но игра с ним велась крапленными картами. Швейцарцы тянули время, и иностранцу, пытавшемуся вернуть свою собственность, находящуюся у швейцарского гражданина, надо было выложить немалые деньги. Швейцарцы обычно прятались за ширму добропорядочности. И помни, что большинство произведений искусства, о которых мы сейчас говорим, были украдены нацистами в сороковом году. Так что в сорок пятом году, согласно швейцарскому закону о пяти годах, настоящие владельцы по закону не имели больше права ничего требовать. Нечего ей говорить, что большинство из них так и остались с пустыми руками. А ты думаешь, кое-что из этого все еще там? По-моему, Габриэль, большая часть украденных вещей все еще там. Из того немногого, что ты мне рассказал, похоже, что некоторые из этих картин могли быть в руках Аугустоса Рольфа. А они уже больше не у него. И Шервуд допил вино и взгляд его снова обратился к огню. — По-моему, теперь твой черед рассказывает Габриэль. Расскажи мне все и не ври на этот раз. Я слишком для этого стар. На улице снова шел дождь. По пути назад в галерею они укрылись под зонтом из Шервуда, словно плакальщики на кладбище. Габриэль рассказал и Шервуду всю, начиная с того, как он обнаружил тело Рольфи и кончая взрывом в галереи Вернера Мюллера. И Шервуд выпил еще два бокала медока. Это сказалось на его неровной походке. — Шамрон! — тихо произнесся и Шервуд голосом, полным презрением. — Мне бы следовало понимать, что мерзавец имеет к этому какое-то отношение. Я считал, что они наконец-то уж по-настоящему отправили на отдых. Они всегда находят причину, чтобы вернуть его. Говорят, что она настоящая Примадонна. Это Анна Рольфи. Моментами. Если я могу дать тебе один совет, не забывай, что она знает больше о своем отце и его коллекции, чем говорит тебе. Дочери. Склонны защищать отцов, даже когда считает их мерзавцами. Я постараюсь это запомнить. Возможно, был просто обычный грабеж картин. Они оставили картину Рафаэля на стене в гостиной и взорвали галерею, принадлежащую человеку, который осуществлял надзор за коллекцией. Я не считаю это чем-то обычным. — Понял. — Понял, — сказал и Шервуд. — Вообще, мне кажется, что единственное, в чем можно не сомневаться, это в отсутствии картин. — Мне неприятно говорить тебе это, Джулиан. Но ведь картины ничего не расскажут, потому что коллекция исчезла. Картины ничего не могут рассказать. А то, откуда они, может стать известным. Аугустос Рольфи явно очень серьезно относился к коллекционированию. Даже если он приобретал картины не в идеальных обстоятельствах, он непременно наставил на том, чтобы были бумаги о происхождении каждой из них. В конце концов, это главное. — А если я сумею добыть такие бумаги? — Тогда я смогу тебе сказать, был ли он законным коллекционером или же старый мерзавец сидел на сейфе, набитом украденными полотнами. Габриэль предполагал расстаться с ним на Дьюк-стрит, но и Шервуд взял его за локоть и потащил на Мессен-Ярд. — Пойдем со мной, пойдем. Есть еще кое-что, что мне нужно тебе показать. Когда они вошли в галерею, Айрина сразу увидела следы ленча обильно политого алкоголя. Она вручила ей Шервуду стопку оставленных по телефону сообщений и отправилась готовить кофе. У себя в кабинете и Шервуд открыл свой личный сейф и достал два предмета — скетч мальчика и фотокопию старого документа на нескольких страницах. Он поднес скетч Габриэлю, чтобы тот посмотрел. — Похоже на что-то знакомое. — Не могу этого сказать. — Это я, а художник Пабло Пикассо. Я привез его из Франции, когда переехал. — А документ? — Я тоже его привез. Отец дал мне его тогда, как раз перед самым временем, как я обселился у Басков. — Это подробное описание всех картин его частной коллекции и профессиональная опись, сделанная им лично. Это, конечно, копия, оригинал в жутком состоянии. Он протянул документ Габриэлю. — Не знаю, насколько ты планируешь ввязаться в это дело, но если тебе случится увидеть что-либо и здесь перечисленного, дай мне знать. Хорошо, милок? Габриэл сунул список в нагрудный карман пиджака. — Куда ты теперь направляешься? — спросил и Шервуд. — Не знаю. — Есть человек в Лионе, с которым тебе следовало поговорить. Он помог мне, когда я готовился написать мою книгу. Если у Августа с Рольфа была грязь под ногтями, этот человек знает об этом. И Шервуд пролистал свой Роллодекс и дал Габриэлю номера телефонов. Глава двадцатая. Лондон. За углом изящного искусства и Шервуда на Джермин-стрит за рулем Лендровера сидел светлолосый мужчина и слушал радио. Вот уж пять дней он следил за торговцем произведениями искусства. Он ездил за ним на пьяные ленчи. Вечером ехал за ним к его дому в Саут-Кенсингтон. Он даже изобразил потенциального покупателя, чтобы поставить пару крохотных передатчиков в кабинете торговца. Передатчик посылал слабый сигнал по обычной волне ФМ. Мужчина пользовался радио в ровере для прослушивания. Десять минут спустя, когда разговор в галерее окончился, он вынул свой мобильный телефон и набрал номер в Цюрихе. Наш друг едет в Лион для встречи с профессором. Глава двадцать первая. Лион. Профессор Эмиль Якоби был самоназначен и нечистой совестью Швейцарии. Он был убежден, что для спасения страны должен сначала разодрать ее в клочья, и посвятил свою жизнь выявлению и разоблачению неприглядных моментов в швейцарской истории. Его разоблачительная книга «Миф», словно огненная буря, высветила подробности широких экономических и торговых связей, существовавших между нацистской Германией и Швейцарией на протяжении Второй мировой войны. Якоби обрисовал, как швейцарские банки принимали награбленное золото, а также золотые зубы евреев, которые выдирали, отправляя тех в газовые камеры. Как это золото превращалось в твердую валюту, на которую Гитлер покупал сырье, необходимое для того, чтобы работала его военная машина. Сделанный профессором Якоби вывод шокировал страну и превратил его в национального парью. Так он писал, «Швейцария и нацистская Германия были союзниками во всем, хотя таковыми не назывались. Гитлер не смог бы вести войну без помощи швейцарских банкиров и производителей оружия. Если бы не Швейцария, вермахту пришлось бы остановиться осенью 1944 года. Миллионы жизней были бы спасены, не будь швейцарские банкиры такими алчными». Вскоре после выхода в свет мифа профессору Якоби стало все более и более неуютно жить в Швейцарии. Он начал получать угрозы, телефоны его прослушивались, а офицеры службы безопасности Швейцарии следили за его передвижениями. Опасаясь за свою безопасность, он отказался от поста профессора в Лозане и принял приглашение исторического факультета Леонского университета. Большая часть следующего дня ушла у Габриэля на то, чтобы его найти. Он оставил два сообщения на автоответчике Якоби. У него дома еще два, у его на редкость нелюбезной секретарши в университете. В половине второго Якоби позвонил Габриэлю по его мобильному телефону и согласился с ним встретиться. — Приходите ко мне на квартиру в шесть часов вечера, тогда и поговорим. Затем он отбарабанил адрес и быстро повесил трубку. Таким образом, Габриэлю надо было теперь убить несколько часов. В книжном магазине близ университета он нашел экземпляр мифа на французском языке и остаток дня провел среди студентов в кафе недалеко от Плас де Терро за чтением. В шесть часов профессор ждал его в холле своего многоквартирного дома на Рю-Лантерн. На нем был выношенный твидовый пиджак, и его очки со стеклами без оправы были сдвинуты на непокорную седую шевелюру. Брюки его были схвачены клипсами, чтобы от ворота не попали в колеса велосипеда. — Приветствую вас в изгнании, — сказал он, устало шагая впереди Габриэля по лестнице к своей квартире на пятом этаже. — Мы, швейцарцы, уважаем право на свободу слова, но только если в высказываниях не содержатся критики Швейцарии. Я совершил смертный грех с точки зрения хорошего швейцарца и вот очутился здесь, в золоченой клетке Леона. На площадке и у двери профессор долго рылся в своей переметной сумме среди бумаг и потрепанных блокнотов, ища ключи от своей квартиры. Когда он, наконец, нашел их, они вошли в маленькую, плохо обставленную квартирку. На всех плоскостях лежали горы книг, документов и газет. Габриэль улыбнулся. Он пришел туда, куда нужно. Габриэль закрыл дверь и повесил сумку на засов. — Значит, вас интересует убийство Аугасуса Рольфе. Так вышло, что я внимательно следил за этим делом. Я так и полагал. Я подумал, не могли бы мы сравнить наши записи. Вы тоже историк, мистер Аллон. Я, собственно, реставратор произведения искусства, но в этом деле я работаю на правительство Израиля. Ну, что ж, вечер обещает быть интересным. Освободите это кресло и садитесь, а я побеспокоюсь о кофе. Профессор Якуби несколько минут переливал свои горы бумаг в поисках папки по Аугасусу Рольфе. Она казалась совсем тоненькой. Герр Рольфе был частным банкиром в истинном смысле этого слова, мистер Аллон. Многое из того, что я вам рассказываю, боюсь, основано на предположениях и слухах. Я часто обнаруживал, что можно многое узнать о человеке, исходя из слухов, какие ходят о нем. Да, когда имеешь дело с швейцарским банкиром, особенно с частным банкиром, таким был Аугасус Рольфе, только на слухи порой можно опереться. Профессор спустил очки на глаза и раскрыл папку. В Цюрихе есть совсем маленькие частные банки. Есть очень большие. Гиганты вроде Юнионбанк Швейцарии, Креди и Суиз. Обумеют частные банковские отделения. Однако обслуживают они только очень богатых клиентов. Насколько богатых? — Обычно минимальный депозит приблизительно пять миллионов долларов. Были сведения, что разведслужбы вашей страны пользовались услугами частных банковских отделений Креди и Суиз. Профессор взглянул поверх папки на Габриэля. — Но я уверен, что вы ничего об этом не знаете. Габриэль пропустил это мимо ушей. — Из того, что я знаю об Аугасусе Рольфе, он попадает в первую категорию. — Совершенно верно. — Банк у Рольфи был маленький. Сам Рольфи из полдюжины служащих. Если вы хотели, чтобы кто-то спрятал свои деньги и свое достояние в Швейцарии, вашим лучшим другом был Аугасус Рольфи. Он был одним из самых дискретных и самых влиятельных банкиров в Цюрихе. Имел очень влиятельных друзей. Вот поэтому убийство так меня озадачивает. Что вам еще известно о нем? Он принял управление семейным бизнесом от своего отца в начале тридцатых годов. Это было плохое время для банков в Швейцарии. В мире царила депрессия. В Германии паника. В Австрии валютный кризис, от которого шли волны на Цюрих. Швейцарские банки рушились, как домино. Многие частные банки были вынуждены слиться с более крупными конкурентами, чтобы выжить. Рольфи сумел удержаться на волоске. Якобе лизнул палец, перевернул страницу. Затем в Германии к власти приходит Гитлер и начинает травить евреев. «Деньги и ценности евреев потекли в частные банки Цюриха, в том числе и в банк Рольфе». «Вам это известно как факт?» «Абсолютно!» «Аугустус Рольфе открыл свыше двухсот номерных счетов для германских евреев». В Якобе перевернул две-три страницы из папки. А вот на этом факты кончаются и начинаются слухи. В конце тридцатых годов в Цюрих начинает приезжать агенты кестапо. Они ищут деньги евреев, которые были выкачаны из Германии и положены в швейцарские банки. Судя по слухам, Рольфи в нарушении швейцарских банковских законов сотрудничал с агентами кестапо и сообщил им о существовании в его банке номерных счетов, принадлежавших евреям. «Зачем он это сделал?» «Хотите знать мою теорию?» «Да, конечно». «Так как он знал, что лежавшие у него деньги нескольких евреев — это ничто по сравнению с богатствами, которые ждут его, если он будет сотрудничать с нацистской Германией». «А есть доказательства того, что он на это шел?» «Безусловно», — сказал Якобьев, скинув брови выше края очков. «Факт, что Аугустус Рольфи в течение войны часто ездил в нацистскую Германию. А с кем он там встречался, это неизвестно. Но его поездки вызвали достаточно удивление, так что после войны было проведено расследование деятельности Рольфи. И что дало это расследование?» «Ровно ничего». Рольфи растворился в Цюрихском банковском мире, и о нем слышно не было, пока неделю назад некто не зашел в его виллу на Цюрихберге и не выстрелил ему в голову. Якоби закрыл папку и посмотрел на Габриэля. «Не хотите ли вы теперь продолжить рассказ мистера Лон?» Когда Габриэль умолк, профессор Якоби долго полировал стекла своих очков толстым концом галстука, хотя он сдвинул очки на лоб и налил себе еще кофе. «Похоже, что вы столкнулись с великим заговором молчания». «Что вы имеете в виду?» «Видите ли, когда имеешь дело со Швейцарией, мистер Лон, лучше всего помнить одно. Швейцария — это не настоящая страна. Это бизнес. И живет она по законам бизнеса. Это бизнес, который все время обороняется. Так было семь сотен лет. Какое-то имеет отношение к убийству Рольфи. В Швейцарии есть люди, которые немало потеряют, если будут вытащены на свет грехи прошлого, и отстойники Банхофстрасса будут промыты, как они того заслуживают. Эти люди являются невидимым правительством, и к ним нельзя легкомысно относиться. Потому-то я и живу здесь, а не в Лозане. Если вы решите продолжать в этом разбираться, я советую соблюдать очень большую осторожность». Через десять минут Габриэль спускался по лестнице с экземпляром мифа под мышкой. Он на минуту приостановился в вестибюле и прочел то, что профессор нацарапал на титулом мисте. «Берегитесь сюрихских гномов!» Эмилия Коби. В таком виде Габриэль был запечатлен с помощью цифровой камеры дальнего действия мужчины, который стоял у окна многоквартирного дома на противоположной стороне улицы. Часом раньше он сфотографировал прибытие Габриэля. В фотографиях не было необходимости, они были просто профессиональной добавкой. Вся беседа Олона с Эмилием Якови была уловлена парой чувствительных передатчиков, которые этот мужчина установил в квартире профессора полгода назад. Олон пошел прочь, а наблюдатель, творческая натура, нащелкал еще несколько снимков. Затем он сел перед своим проигрывателем и прослушал пленку. Через полчаса упорного труда он завершил подробную запись встречи. Еще десять минут он проверял запись, потом закодировал отчет и отослал его по надежно защищенной электронной почте в Цюрих вместе с фотографиями Олона. Через тридцать секунд эта информация появилась на экране Герхарда Петерсона, который тотчас же снял телефонную трубку и просил о срочной встрече с Гером Гесслером. Герхард Петерсон не любил Эмилия Якови, не любил его и Гер Гесслер. Крестовый поход, предпринятый Якови в одиночку против финансовой олигархии Швейцарии, стал утомительным и дорогостоящим. Оба решили, что пора разобраться с въедливым профессором. На следующее утро, прежде чем уехать на работу, Герхард Петерсон позвонил по телефону из своего уединенного кабинета. Разговор продолжался не более двух минут. Судьба Эмилии Якови нечистой совести Швейцарии была решена с помощью перевода двухсот тысяч долларов в Женеву на номерной счет, принадлежащий Антону Орсати. И Герхард Петерсон счел это очень правильно. Глава двадцать вторая. Коста де Прато, Португали. На другое утро, подъехав к вилле Анны Рольфе, Габриэль с удовольствием обнаружил, что она охраняется, по крайней мере, четырьмя людьми. Один стоит у калитки, второй внизу, у окончания виноградников, третий на уровне деревьев, и четвертый торчит на вершине холма. Шамрон послал Рами своего мрачного личного охранника командовать этой группой, и Рами встретил Габриэля на приездной дороге. Когда Габриэль спросил, как Анна относится к появлению охраны, Рами закатил глаза. «Мол, скоро увидите». Габриэль вошел в дом и стал подниматься по лестнице, идя на звук скрипки Анны. Затем он постучал в дверь и репетиционной комнаты и вошел, не дожидаясь разрешения. Она круто повернулась к нему лицом и обругала за то, что он прервал ее, а потом закричала, что он превратил ее дом в вооруженный лагерь. Она кричала все громче, а Габриэль стоял, глядя вниз и щупая свои повязки. Они пропитались свежей кровью. Анна заметила это тоже и, тотчас умолкнув, повела его к себе в спальню, чтобы сделать перевязку. Он не мог не смотреть на нее, пока она им занималась. Кожа на ее шее была влажной, струны скрипки проложили крошечные долинки на кончиках пальцев ее левой руки. Такой красивый он еще не видел. — Отличная работа, — сказал он, осматривая свежие повязки. — Я знаю, как бинтовать руки, мистер Аллон. — У вас есть что рассказать мне о моем отце? — Тут больше вопросов, чем ответов. И, пожалуйста, зовите меня Габриэль. Она улыбнулась. Мне пришла в голову одна мысль, Габриэль. Анна упаковала в нейлоновый рюкзак хлеб, сыр и холодную курицу для пикника. В последнюю минуту она добавила охлажденную бутылку вина, которую извернула в шерстяное одеяльце, прежде чем положить в мешок. Рами дал Габриэлю Беретту и пару мальчишек-охранников. Шагая по затененным дорожкам сосновой чащи с отряженными рами и спутниками, Габриэль рассказал Анне про Париж. Он ничего не сказал ей о своих разговорах с Джулианом и Шерудом, Эмилием и Коби. Это подождет. Деревья кончились, и появились руины, прилепившиеся к крутому склону. Дикая коза прыгнула на большой осколок гранита, поблеяла на них, затем исчезла среди утесов. Габриэль, взвалив на плечи рюкзак, шагал за Анной вверх по дорожке. Он смотрел на ее ноги, на которых с каждым шагом наливались, растягиваясь мускулы, и думал о лее. Вот так шагали и они в погожий осенний день двадцать пять лет назад. Только горы были голландские, а развалины от крестоносцев. Лея рисовала. А Габриэль только что вернулся из Европы, и призраки убитых им мужчин прогнали его желание заниматься творчеством. Он оставил Лею за Мольбертом, полез на вершину холма. Над ним выселись военные укрепления вдоль сирийской границы. Внизу простиралась верхняя Галилея и холмы Южного Ливана. Он так погрузился в свои мысли, что не услышал, как подошла Лея. Они все равно придут, Габриэль. Ты можешь просидеть до конца своей жизни, глядя на них, но они рано или поздно все равно придут. И не поворачиваясь к ней, Габриэль произнес, — Если б я раньше жил тут, в Верхней Галилее, а теперь жил бы там, наверху, в лагере в Ливане, я бы тоже пришел сюда. Хлопок, развернутый Анной подстилки для пикника, нарушил воспоминания Габриэля. Анна разослала подстилку на залитой солнцем траве, как в тот день сделала от Аллея, пока Габриэль по обычаю открывал бутылку вина. Охранники заняли свои позиции, один на развалинах, другой на дорожке ниже их. Когда Анна стала обгладывать кости курицы, Габриэль показал ей фото мужчины, который оставил Атташе с бомбой в галерее. — Вы когда-нибудь видели его? Она отрицательно покачала головой. Габриэль отложил фотографию. — Мне нужно больше знать о вашем отце. Что именно? Любой факт, который поможет найти мне того, кто убил его и забрал его коллекцию. Мой отец был швейцарским банкиром, Габриэль. Я знаю его как человека, я почти ничего не знаю о его работе. Так расскажите мне о нем. С чего начать? Например, с его возраста. Вам тридцать восемь, тридцать семь. Вашему отцу было восемьдесят девять. Это довольно большая разница в возрасте. Это легко объяснимо. Он был женат на другой женщине до моей матери. Она умерла от туберкулеза в войну. Он и моя мать познакомились десять лет спустя. Она была талантливой пианисткой. Она могла играть профессионально, но мой отец и слышать об этом не хотел. Музыканты, по его мнению, были чуть выше эксгибиционистов. Иногда я удивляюсь, что могло свести их вместе. Были дети от первого брака. Она отрицательно покачала головой. — А самоубийство вашей матери? — Это я нашла ее тело. Она с минуту помедлила. Потом произнесла. — Такое не забывается. Потом отец сказал нам, что у нее была депрессия. Я горячо любила маму Габриэль. Мы были очень близки. И мама вовсе не страдала от депрессии. Она не принимала никаких лекарств. Не была под наблюдением психиатра. У нее менялись настроения. Да, она была женщиной темпераментной. Но не из тех, кто совершает самоубийство без причины. Что-то или кто-то вынудил ее лишить себя жизни. Только отец знал, что это было, и держал это в тайне от нас. Она оставила записку о самоубийстве? Согласно расследованию, никакой записки не было. Но я видела, как отец что-то забрал с ее тела. Это было очень похоже на записку. Он никогда не показывал ее мне. И, судя по всему, никогда не показывал ее полиции. А смерть вашего брата? Это произошло год спустя. Отец хотел, чтобы он работал в банке и продолжил семейные традиции. А Макса интересовали гонки на велосипеде. Этим он занимался. И вполне хорошо. Он был одним из лучших велосипедистов в Швейцарии. И числился среди лучших профессионалов Европы. С ним произошел несчастный случай во время соревнований. Отец был сражен. Но в то же время, по-моему, он считал это своеобразным возмездием. Словно Макс был наказан за то, что посмел ослушаться его. А вы? Я жила с ним одна. Два человека, которых я любила, больше всего на свете ушли. А я осталась с человеком, которого терпеть не могла. Я с головой ушла в работу со скрипкой. Такое положение дел, казалось, устраивало нас обоих. Пока я занималась музыкой, мой отец мог не обращать внимания на меня. Он был свободен заниматься своим любимым делом. Каким же? Накоплением денег, конечно. Он считал, что богатство отпускает ему грехи. Он был так глуп. С самого начала моей карьеры люди считали, что я играю с необычайным огнем. Они не понимали, что этот огонь был вскормлен ненавистью и болью. Габриэль осторожно переменил тему. — Скажите, что вам известно о деятельности вашего отца во время войны? — Деятельности и интересное слово. Что вы под этим подразумеваете? — Я ничего не подразумевал. Мне просто необходимо знать, не было ли в прошлом вашего отца чего-то такого, что могло привести к его убийству. — Мой отец во время Второй мировой войны был банкиром в Швейцарии. Голос ее неожиданно стал холодным. Это автоматически не делает из него монстров. Но, честно говоря, я абсолютно ничего не знаю о деятельности моего отца во время войны. Он об этом никогда с нами не говорил. А Габриэль подумал о сведениях, которые сообщил ему Эмиль Якови в Лионе. Частые поездки Рольфи в нацистскую Германию. Слухи о связи Рольфи с воскопоставленными членами нацистской иерархии. Неужели Рольфи действительно сумел утаить все это от дочери? Габриэль решил немножко поднажать. — Осторожно. — Но у вас есть какие-то подозрения, верно, Анна? — Вы никогда бы не повезли меня в Тюрих, если бы у вас не было подозрений относительно прошлого вашего отца. — Я знаю только одно. Моя мать сама вырвала себе могилу. Залезла в нее и застрелилась. Это была ненависть и отмщение, и она совершила это по какой-то причине. Он был близок к смерти. Этот последний вопрос, заданный в лоб, казалось, был для нее неожиданностью. Так она вдруг бросила на Габриэля взгляд, словно ее ткнули в бок чем-то острым. — Мой отец? Габриэль кивнул. — Вообще говоря, Габриэль... — Да. Мой отец был близок к смерти. Когда еда кончилась, Габриэль, разлив остатки вина, спросил Анна насчет бумаг о происхождении картин. Они заперты в письменном столе в кабинете отца. — Я боялся, что вы именно это скажете. — Почему вы хотите посмотреть их? — Я хочу увидеть, кому принадлежала ранее каждая картина. Эти бумаги могут подсказать нам, кто эти картины взял, и почему был убит ваш отец. — Или могут ничего вам не сказать. И запомните одно. Мой отец купил все эти картины законно. Они принадлежали ему, независимо от того, что может обнаружить какой-нибудь чудак в бумагах. И все же я хотел бы их посмотреть. — Я покажу вам, где они. — Нет, вы скажете мне, где они лежат. Я возьму их и привезу сюда. Вы не можете ехать сейчас со мной в Тюрих. — Почему это? — Потому что это небезопасно. Это подводит меня к следующей проблеме. — Какой именно? — К вашему концерту в Венеции. Я не стану его отменять. Выступление на публике теперь небезопасно для вас. У меня нет выбора. Если я пропущу этот ангажемент, к моей карьере конец. Люди, убившие вашего отца, достаточно ясно дали понять, что они готовы на все, лишь бы помешать нам выяснить, кто они. Это включает и убийство вас. В таком случае вы должны обеспечить провалы их затеи. Но на будущей неделе я выступлю с концертом, и ничто не остановит меня. Колонны облаков металлического цвета появились над океаном и начали подвигаться к земле. Холодный ветер завыл в развалинах. Анна сдрожала от пронизывающего холода и, скрестив руки под грудью, смотрела на приближающуюся непогоду. Габриэль упаковала остатки их ленча, и в сгущающихся сумерках они стали спускаться с холма в сопровождении двух молчаливых охранников. Когда они дошли до тропинок в сосновой рощи, хлынул дождь. — Опоздали! — крикнула Анна, перекрывая грохот дождя. — Мы пойманы! Она взяла Габриэля под руку и повела под высокую сосну. — Нельзя, чтоб ваши бинты намокли! — сказала она с ноткой озабоченности в голосе. Достав смятый нейлоновый анорак из кармана рюкзака, Анна растянула его над головами. Так они прятались следующие двадцать минут, точно пара беженцев, а охранники играми молча стояли с обеих сторон, словно железная подставка для дров в камине. Пока они ждали, что прошла непогода, Анна сообщила Габриэлю коды для входа в виллу и местонахождение бумаг в папках ее отца. Когда дождь наконец перестал лить, Анна завернула руки Габриэля в анорак, и они осторожно пошли по мокрой тропинке к вилле. В ворот Габриэль передал ее на печенье раме и залез в свою машину. Отъезжая, он в последний раз оглянулся через плечо и увидел, как Анна Рольфи гонит раме подъездной дороги, крича «Паф-паф, паф-паф, раме, и ты мертвец!» Глава двадцать третья. Лиссабон. Моцкину нравилось в Лиссабоне. Он побывал в разных шикарных местах. Был в Лондоне, был в Париже и Брюсселе. Провел без всякой пользы целый год в Каире, выступая в качестве журналиста от Тавской газеты. А сейчас в Лиссабоне было тихо, и это вполне устраивало Моцкина. Время от времени работа по наблюдению, немножко работы по связям, словом, достаточно, чтобы не рехнуться. Здесь у него было время на книги, почтовые марки и на долгие встречи с своей девушкой в Альфаме. Моцкин только что вернулся с квартиры своей девушки, когда на его столе тихо звонил телефон. Моцкин снял трубку и осторожно поднес ее к уху. В это время Ария Шамрон обычно выглядывала своей лисией норы и портил жизнь своим сотрудникам. Но, по счастью, это был не Шамрон, всего лишь охранник из холла. Оказывается, явился какой-то посетитель, человек, знавший Моцкина по имени. Моцкин повесил трубку и нажал в своем компьютере на кнопку камеры наблюдения за холлом. Резидентура регулярно просеивала посетителей всех видов размеров. Обычно достаточно было одного взгляда, чтобы решить, следует ли принять данного человека или отослать назад. Когда на экране появилась картинка, Моцкин пробормотал «Черт побери!» Вы только представьте себе! Он, живая и легенда, вошел в посольство с таким видом, точного и извлек на свет фокусник из шляпы. «Последнее, что Моцкин о нем слышал, это то, что он живет отшельником в Англии, в каком-то коттедже, своими картинами, своими демонами. «Черт побери!» — повторил он, стремительно спускаясь по лестнице. «Это в самом деле вы!» В аппаратной Моцкин установил надежную связь с кабинетом Шамрона на бульваре царя Саула в Тель-Авиве. Затем закрыл звуконепроницаемую дверь и стал наблюдать сквозь стекло за Габриэлем. Разговор был явно не из приятных, это Моцкину было ясно. Впрочем, в их организации было мало людей, которые не скрестили бы шпаги в то или иное время со стариком, а сражения между Шамроном и великим Габриэлем Алоном вошли в легенду. Двадцать минут спустя, когда Габриэль бросил трубку на рычаг и вышел из комнаты, лицо его было мертвенно-бледным. Старик через тридцать минут пришлет один доклад. Мне необходимо знать некоторые вещи. Моцкин повел Габриэля наверх, в резидентуру, и разрешил ему принять там душ и сменить одежду. Затем он договорился о билетах на самолет и о машине и дал Габриэлю две тысячи долларов из денег на мелкие расходы. Когда они вернулись в аппарат, ну и из надежного факса выскальзывали листы с докладом, он был составлен исследовательским центром на бульваре царя Саула, исходя из информации, полученной благодаря соглашениям с британской и французской разведками. Предметом доклада был человек по имени Кристофер Келлер. Габриэль забрал страницу из-под носа, сел за стол и начал читать. Кристофер Келлер, родившийся в Лондоне, единственный сын двух преуспевающих врачей с Харли-стрит, уже с ранних лет дал понять, что они имеют намерения идти по стопам своих родителей. Он увлекался историей, особенно военной историей, хотел стать солдатом. Родители запретили ему поступать в военное училище, и он уступил их пожеланиям, по крайней мере, на время. Он поступил в Кембридж и начал изучать историю и восточные языки. Он блестяще учился, но на второй год это ему надоело, и однажды ночью он исчез без следа. Через два-три дня он объявился в доме своего отца в Кенсингтоне, с обритой головой и в тускло-оливковой форме. Келлер записался в британскую армию. Пройдя основную подготовку, он был зачислен в пехотный полк, но благодаря своему интеллекту, физической силе, отваге и привычкам одинокого волка быстро выделился из окружающих. Вскоре к нему постучался вербовщик из специальных воздушных сил. Он видел досье Келлера и беседовал с его начальством. Келлеру предложили прибыть в штаб полка в Херрифорде для прохождения боевой подготовки. Его успехи были необычайны. Инструкторы по рукопашному бою написали, что никогда еще не видели человека, который обладал бы такой инстинктивной хваткой, чтобы быстро прикончить человека. В убойном доме, злачном месте, где рекрутов учат ближнему бою, спасению заложников и выкуриванию террористов под названием «Очистка помещений», Келлер получил самые высокие оценки. Последний день занятий он пронес 55-фунтовый рюкзак и 10-фунтовое штурмовое орудие на марше в 40 миль по пронизываемой ветрами болотам и известным под названием «Брэкон Биконс». Это была проверка на выдержку, от которой умирали люди. Келлер выполнил задание на 30 минут раньше всех, кто кодолево это делал. Он был принят в полк и направлен в роту кавалеристов, специализирующихся на мобильной войне в пустыне. Затем в его карьере неожиданно произошел резкий перелом. Появился некий человек, на сей раз из военной разведки. Он искал уникального солдата, способного вести ближние наблюдения и проводить другие специальные операции в Северной Ирландии. Он сказал, что на него произвели большое впечатление и лингвистический талант Келлера и его способность импровизировать и думать на ходу. Интересует ли Келлер его предложение? В тот же вечер Келлер рубковал свои вещи и перебрался из Херрифорда на секретную базу в шотландских высотах. Во время обучения Келлер проявил замечательные способности. Многие годы британская разведка сражалась с мириадами акцентов в Северной Ирландии. В Ольстере противостоящие группы населения могли определить друг друга по звуку голоса. Акцент католиков западного Белфаста отличается от акцента протестантов западного Белфаста. Акцент обитателей дороги верхних водопадов отличается от тех, кто живет на нижних водопадах. То, как человек произнесет несколько простых фраз, может стоить ему жизни и смерти. У Келлера была способность идеально подражать интонации. Он мог в один момент изменить акцент. Одну минуту быть католиком из армы, а в следующую протестантом Шенкил-Роуд в Белфасте. Затем католиком из микрорайонов Балли-Мерфи. Он работал в Белфасте свыше года, выслеживая членов ИРА. Собирая в окружающих районах полезные сведения, он работал один, почти без наблюдения стороны своего куратора из военной разведки. Его работа в Северной Ирландии однажды вечером неожиданно оборвалась, когда его похитили в Западном Белфасте и увезли на уединенную ферму в графстве Арма. Там его обвинили в том, что он британский шпион. Келлер понимал, что попал в безнадежную ситуацию и решил выбраться из нее силы. К тому времени, когда он покинул ферму, четверо закоренелых террористов из провинциальной ирландской республиканской армии были мертвы, двое из них буквально изрезаны на куски. Келлер вернулся в Херрифорд для длительного отдыха. В наказание он устраивал марш и по Брэкон-Бейконс и тренировал новобранцев в умении тихо убивать. Но командирам полка и психолам было ясно, что Белфаст изменил Келлера. Затем, в августе 1990 года Саддам Хусейн оккупировал Кувейт. Пятью месяцами спустя Келлер и его команда бродили по западной пустыне Ирака, выискивая и уничтожая ракетные установки СКАД, сеявшие страх и ужас в Тель-Авиве. В ночь на 28 января Келлер и его команда обнаружили ракетную установку в пустыне в 100 милях к северо-западу от Багдада. Келлер передал координаты своим командирам в Саудовской Аравии. Через 90 минут звено бомбардировщиков коалиции пролетело низко над пустыней, но на беду они открывали роту парашютно-десантных частей вместо ракетной установки СКАД. Британские чиновники пришли к выводу, что потеряли целый взвод, хотя никаких останков так и не нашли. Дальнейшее стояло из догадок, опять-таки основанных на докладах разведки. Через несколько месяцев после несчастного случая в Иракской пустыне начали поступать сообщения о появлении в Европе нового высокопрофессионального убийцы. Информаторы полиции сообщали о человеке по прозвищу Англичанин. Никто не был в состоянии представить ничего, кроме весьма туманного описания этого человека. На данный момент таинственного убийцу подозревали, по крайней мере, в 20 нераскрытых убийствах. Британская разведка подозревала, что Кристофер Келлер и англичанин одно и то же лицо. К докладу были приложены две фотографии. Первая была сделана Габриэлем. На ней мужчина заходил в Париже в галерею, на второй группа мужчин на безлюдной болотистой местности. В одной из лиц было обведено карандашом. Габриэль долго сравнивал две фотографии. Затем снял телефонную трубку и позвонил Шамрону в Тель-Авив. «У меня странное впечатление, что я встречал этого человека раньше», — сказал Шамрону Габриэль. «Он ожидал, что Шамрон удивится. Но вместо этого старик велел ему не отходить от факса и повесил трубку». В 1988 году Габриэль Аллон осуществил одну из самых знаменитых операций в истории израильской разведки — убийство Абу-Джихада, второго человека в ООП. Он провел долгую и опасную операцию по наблюдению на виле палестинца в Тунисе и обучил свою убойную команду в пустыне Негеф. Затем теплой апрельской ночью он привел свою группу, состоявшую из бойцов Сай-Арет, разведки, в дом и застрелил Абу-Джихада в присутствии его жены и детей. Вспоминая об этой ночи сейчас, он все еще видел, какая ненависть светилась в их черных глазах. Через полтора года после убийства группа британских разведоофицеров и офицеров парашютно-десантных частей особого назначения, занятых борьбой против террорно-насаждаемого Ира, приехала в Тель-Авив для изучения тактики израильтян. Ари Шамрон вызвал Габриэля в академию и заставил его прочесть за завтраком лекцию от унисской операции. Одним из тех, кто присутствовал на лекции, был лейтенант парашютно-десантных частей. Из факса выползла фотография. Снимок был сделан после завтрака на память о духе сотрудничества между теми, кто ведет тайную войну в обеих странах. Габриэль, вечно стеснявшийся сниматься, был в солнечных очках и панами, скрывавших его внешность, а мужчина рядом с ним смотрел прямо в камеру. Габриэль тщательно изучил его лицо. Это был Криствер Келлер. Глава двадцать четвертая. Мюнхен, Цюрих. В Мюнхене курьер ждал Габриэлю у выхода из самолета. У него были волосы цвета жженого сахара и опозывательный знак с словами «Мистер Крамер, предприятие Хайлера». Габриэль пересек вслед за Нимаэровокзал, а затем парковку сквозь летевший снег, пока они не подошли к темно-синему Мерседесу. В отделении для перчаток лежит бюретта, а на заднем сидении разная мелочь. Вы думаете обо всем. — Мы существуем, чтобы служить людям, — он протянул Габриэлю ключи от машины. — Лон-вояж. Счастливого пути. Габриэль сел за руль и включил мотор. Десять минут спустя он же мчался по шоссе Е-54 назад в Тюрих. Швейцарцы — люди замкнутые и держащие своего племени, обладают почти животным чутьем на чужеземцев. Все, не соответствующее обычному распорядку, сообщают с полицией, независимо от того, сколько это малозначительно. Собственно, швейцарские граждане настолько бдительны, что иностранные разведки, работающие в стране, рассматривают их как дополнительную службу безопасности. Учитывая это обстоятельство, Габриэль старался вести себя как завсегдатый, шагая от машины к вилле Аугасоса Рольфи. Он вспомнил об операции, которую проводила контора года два-три назад. Группа агентов была направлена в Швейцарию, чтобы поставить жучки в квартире араба, подозреваемого в терроризме и жившего в маленьком городке недалеко от Берна. Пожилая женщина заметила эту группу у дома, где жил араб, и позвонила в полицию, сообщая, что поблизости от ее дома появилась группа подозрительных мужчин. Через несколько минут группа была арестована, и об этом провале узнал весь мир. Габриэль поднялся вверх по Розенбюльвек. Знакомый силуэт виллы Рольфи с ее башенками и высоким портиком возник перед ним. Проехала машина, оставив в свежем снегу две черные ленты. Габриэль набрал у входа код на бесключевом замке, зажужжал зуммер и за сават отодвинулся. Габриэль открыл калитку и пошел вверх по ступенькам. Через две минуты он уже был в Вилле Рольфи и глухо шагал по темному холлу с маленьким фонариком в одной руке и беретой в другой. В коридоре второго этажа царила кромешная тьма. Габриэль пошел вперед, следуя за тонким лучиком своего фонарика. Анна сказала, что кабинет находится слева, окнами на улицу. Это первая дверь после бюста. Габриэль повернул ручку. Заперто. Ну, конечно же. Он вынул из кармана пару маленьких металлических инструментов. Господи! Как давно такое было! Академия! Сто лет назад! Он был зеленым рекрутом, и Шамрон все время стоял, над ним громко ругаясь ему в ухо. — У тебя пятнадцать секунд! Твои товарищи умрут, если ты не откроешь эту дверь, Габриэль! Он опустился на дно колена, всунул инструмент в замок и, держа фонарик в зубах, принялся за работу. Через минуту под старательным напором Габриэля старый замок сдался. Габриэль поднялся на ноги, вошел в комнату и закрыл за собой дверь. В комнате пахло древесным дымом, собакой слегка табаком. Габриэль поднял фонарик и провел им по комнате. Лужица света была такой маленькой, что ему пришлось обследовать комнату по два-три метра. В ней стояли кресла восемнадцатого века, дубовый письменный стол эпохи фламандского ренессанса. Книжные полки поднимались с паркета до лепного потолка. Письменный стол Аугаса Сарольфа. Странно он не казал столом могущественного человека. Это был захламленный стол ученого, куча бумаг, выцветший кожаный бювар, чашка со скрепками, стопка старинных книг. Габриэль приподнял указательным пальцем обложку и ощутил запах старой бумаги и пыли. Он направил свет на первую страницу. Геоте. Когда он закрывал книгу, свет фонарика упал на большую пепельницу из хрусталя. Десяток окурков лежали в беспорядке, точно отстрелянные гильзы на подстилке из пепла. Он внимательно оглядел окурки. Два разных сорта. По большей части это были Бенсон и Хеджес, а три другие были Силкатс. Старик, по всей вероятности, курил Бенсон и Хеджес, а вот кто курил Силкатс? Анна? Нет, Анна всегда курил жетан. Габриэль снова занялся поисками бумаг о происхождении картин. Анна сказала, что Рольфе держал их в нижнем ящике с правой стороны, в папке с надписью «Личные корреспонденцы». Этот ящик, как и вход в кабинет Рольфа, был заперт. На этот раз у Габриэля был ключ. Он открыл ящик и начал листать личные бумаги Августу с Рольфе. Ему попалась папка, заглавленная Максимилиан. Он взял ее большим пальцем и указательным, затем приостановился. Имеет ли он право? Это ведь все равно, что заниматься подглядыванием. Все равно, что прогуливаясь вечером по городу, смотреть в освещенное окно и видит, как ссорится пара. Или как пожилой мужчина сидит один перед телевизором. Но что могла бы открыть ему эта папка? Что хранил этот человек о своем сыне? Что может узнать Габриэль из этой папки о человеке по имени Августу с Рольфе? Он вытащил папку, положил на накрытый ящик и раскрыл фотографии, вырезки из спортивных страниц европейских газет, похвальные отзывы товарища по команде, большой материал из тюрикской газеты о несчастном случае с велосипедистом в Альпах. Он был хороший человек, а я горжусь тем, что у меня был такой сын, — сказал Августус Рольфе, известный тюрикский банкир в заявлении, опубликованном его адвокатом. Нет слов, которые могли бы описать, как мне его не хватает. — Тщательно сложено, старательно датировано и заглавлено. — Августус Рольфе, возможно, не был согласен с тем, что сын выбрал такую профессию. Пришел к выводу Габриэль, но он, как отец, гордился им. Габриэль закрыл папку, положил ее на место и возобновил поиск личной корреспонденции. Еще одна папка привлекла его внимание — Анна. Он снова помедлил, а потом вытащил папку. В ней были детские фотографии Анны, играющие на скрипке, приглашение на выступления и концерты, вырезки их газет, отзывы о ее исполнении, на пластинках. Габриэль особенно тщательно просмотрел фотографии. Он явственно увидел двух Анн до самоубийства матери и после. Разница в ее внешности была поразительная. Габриэль закрыл папку и положил ее назад в ящик. Пора все-таки приниматься за дело. Он перебрал папки, пока не нашел той, на которой значилась личная корреспонденция. Он вынул ее из ящика, положил на стол Рольфе и открыл письма. Одни написаны от руки, другие напечатаны на профессиональных бланках. На немецком, французском, итальянском, английском языках. Лингвистическое лоскутное одеяло, кем является Швейцария. Габриэль быстро пролистал их, пока не дошел до конца. Тогда он вернулся к началу и медленно повторил процедуру. Результат был тот же. Бумаги о происхождении картин исчезли. Водя лучом фонарика по кабинету, Габриэль вспомнил об учебной подготовке, которую проходил в академии. Инструктор привел его в комнату, обставленную как гостиничный номер, вручил ему документы и дал минуту на то, чтобы он нашел пять подходящих мест, где его спрятать. Если бы ему дали такое задание в кабинете Рольфе, а не в лжегостиничном номере, он бы мог найти сотню мест, чтобы спрятать документ. Под ложной доской в паркете, в большой книге, под ковром или под паркетом, в какой-нибудь мебели, в скрытым стеном сейфе. И такие возможности имелись в одном только кабинете. В хаотично построенной вилле Рольфа были тысячи мест, где можно спрятать коробку с документами. Этот человек построил подземный бункер для своей тайной коллекции картин. Если Рольф хотел что-то спрятать, у Габриэля было очень мало шансов это найти. Мысль о том, что придется уезжать из Сюриха с пустыми руками, после столь тяжелого и опасного путешествия, была невыносима Габриэлю. Отсутствие документов могло объясняться двумя причинами. Во-первых, они были изъяты Рольфе или кем-нибудь вроде Вернера Мюллера. Во-вторых, Рольфе почему-то их переложил. Конечно же, это было возможно. Он же старик, а старые люди совершают ошибки. Память подводит. Название на папках становится все труднее читать. Габриэль решил тщательно обследовать письменный стол. В нем было четыре больших ящика, подвод с каждой стороны, и Габриэль начал с верхнего левого. Пошла монотонная рутина. Вынуть папку, тщательно обследовать содержимое, вернуть ее на место, перейти к следующей. У Габриэля ушло полчаса на то, чтобы обследовать все четыре ящика. Он вытащил средний ящик. Ручки, карандаши, обрывки бумаги, бутылочка клея, скрышеватель, миниатюрный магнитофончик. Габриэль взял его и осмотрел при свете фонарика. Лента внутри не было. Он тщательно обследовал ящик. Магнитофон есть, а лент нет, странно. Он закрыл ящик, откинулся в кресле Рольф и устремил взгляд на письменный стол. — Средний ящик. Что-то не так. Он открыл его, заглянул внутрь, снова закрыл. Открыл, закрыл, открыл, закрыл. Сам ящик был четыре дюйма глубиной, а места в нем было меньше. — Дюйма на два, — прикинул Габриэль. — Возможно, даже еще меньше. Он попытался вытащить ящик совсем, но что-то мешало. Потянул сильнее, безрезультатно. Он посмотрел на свои часы. Он находился в вилле сорок пять минут. Наверное, так долго ходиться тут было неразумно. Теперь он стоял перед выбором. Уйти ли довериться интуиции? Он встал, ухватил ящик обеими руками и потянул как можно сильнее. Помеха была устранена, и ящик упал на пол, рассыпав все свое содержимое. Габриэль поднял пустой ящик и перевернул его. Крепкий, хорошо сработанный, ненормально тяжелый. Габриэль внимательно глил дно. Он был очень толстым, пожалуй, в дюйм толщиной. Уйти ли довериться интуиции? — Выполнить все аккуратно было невозможно, во всяком случае, если он хотел быстро получить ответ. Он прислонил ящик к боку стола, затем поднял ногу, за все силы ударил в ящик. Раз, два, три, пока дерево не треснуло. Дно ящика стояло не из одной панели, а из двух, одинаковых по размеру, наложенных одна на другую. Между ними лежал большой квадратный конверт, пожелтевший от времени, с клапаном, закрепленным обтрепанной бечевкой. Бумаги о происхождении и картин? Уж очень сложно задумал Рольфи скрыть эти бумаги. Габриэль бросил рассыпавшие из куски дерева и взял конверт. Пальцы у него дрожали, когда он вскрывал его. Он достал содержимое, пачку старых тоненьких бумажек и выложил их на стол. Он осторожно их переристал, словно боялся, что они могут рассыпаться от прикосновения. Кроны, пицеты, эскудо, фунты. Документы были копиями переводов в валюте и банковских счетов времен войны. Габриэль посмотрел на даты. Первый перевод несколько тысяч швейцарских франков Стокгольмского Юнионбанка был произведен в феврале 1942 года. Последний перевод средств банку Лиссабона был произведен в июне 1944 года. Он отложил в сторону тоненькие бумажки. За ними был лист простой белой бумаги, без герба или фирменного знака. С левой стороны листа шел перечень имен, все немецкие. С правой стороны перечень двенадцатизначных цифр. Габриэль прочел несколько строк. Карл Мейер 551-829-651-318 Манфред Кёниг 948-628-469-948 Йозеф Фридж 268-349-874-625 Габриэль собрал все тоненькие бумажки и поднял клапан на конверте. Он уже собирался положить туда бумаги, когда почувствовал, что в нижнем углу конверта что-то есть. Он просунул туда пальцы и вытащил содержимое. Две фотографии. Он посмотрел на первую. Аугастос Рольфи, молодой, красивый и богатый, сидит в ресторане. Судя по состоянию стола, выпьет много вина. Рядом с ним сидит полный, нездоровый на вид мужчина в гражданском платье со шрамами на щеках. Габриэль не признал его. Он переключил внимание на вторую фотографию. Терраса в альпийском доме. Рольфи стоит у боли устрады и любует с великолепным видом. С ним двое мужчин в форме. Габриэль узнал обоих. Одним был Генрик Гиммлер, другим — Адольф Гитлер. Габриэль вложил фотографии и документы обратно в конверт. Конверт был для документов слишком большой, чтобы поместиться в кармане. Поэтому Габриэль засунул его спереди за брюки и для большей безопасности застегнул молнию своей кожаной куртки. Он накинул взглядом стул. С ящиком ничего уж не поделаешь, он разбит на куски. Габриэль засунул ногой обломки под место для сидения и прикрыл их креслом Рольфи. Беретта лежала на кожаном биваре. Габриэль сунул ее в карман и повернулся к выходу. Он медленно передвигался по дороге, которую прокладывал слабый свет фонарика в виде авторучки. Снова у него было такое впечатление, что он осваивает комнату по кускам, на все раз в обратном порядке. С каждым перемещением света появляло что-то новое. Дубовый письменный стол, кресло XVIII века, кожаная атаманка. В дверях стоял мужчина с револьвером, нацеленным в сердце Габриэля. Глава двадцать пятая. Цюрих. Габриэль швырнул фонарик через комнату, вытащил свою беретту и упал плашмя на пол. Мужчина, стоявший в дверях, выстрелил. Оружие было с глушителем, но вспышка выстрела была видна и в темноте. Пуля разрезала воздух над головой Габриэля и разбила окно за письменным столом Рольфи. Прежде чем мужчина мог снова выстрелить, Габриэль встал на одно колено и выстрелил в направлении вспышки. Пули попали в цель. Габриэль понял это, услышав, как они раздирают тело и крушат кости. Он вскочил и побежал, стреляя на ходу, как его учили в академии. Как он делал это столько раз прежде. Очутившись над лежащим мужчиной, он опустил руку, приложил дуло к его уху и в последний раз выстрелил. Тело содрогнулось и застыло. Габриэль встал на колени и обыскал карманы покойника. Ни бумажника, ни ключей, ни денег. В нескольких футах от тела лежал девятимиллиметровый револьвер Глок. Габриэль положил его в карман и вышел в коридор. Рядом с центральной лестницей была ниша, в которой несколько высоких окон выходили на улицу. Габриэль посмотрел вниз, увидел двух мужчин, топавших по лестнице к главному входу. Он перебежал через коридор к окнам, выходящим в задний сад. Там другой человек с пистолетом в руке стоял, расставив ноги, и говорил по рации. Спускаясь по винтовой лестнице, Габриэль выбросил из своей беретты пустые патроны и вставил запасную обойму. Он шел тем самым путем, который показала ему Анна в ту ночь, когда водила его к тайному сейфу. Через большую столовую, через кухню, вниз по задней лестнице, через винный погреб в подсобку. Он подошел к двери с стеклянным верхом, которая вела в сад. Габриэль открыл на несколько дюймов дверь и выглянул. Мужчина с рацией и пистолетом крался по заснеженной террасе, остальные были в доме. Габриэль слышал топот ног по первому этажу над ним. Он вышел наружу и пошел через сад, прямо на человека с пистолетом. — Эй, ты там! Ты не видел, куда пошел этот болван? — произнес он быстро по-немецки. Мужчина посмотрел на него в недоумении, а Габриэль продолжал идти. — Что с тобой, дядя? Ты что, оглох? Отвечай же! Мужчина поднес рацию к рту. Габриэль поднял руку и стал стрелять. Пять выстрелов. Последний в грудь мужчины с расстояния в три фута. Габриэль посмотрел вверх на дом. Он увидел лучи фонариков, игравшие на задернутых портьерах. Затем портьеры раздвинулись, и появилось лицо. Послушался крик, застучали по стеклу. Габриэль повернулся и побежал через сад к стене семи футов высотой, по его прикидке, с рядом железных шипов, поверху. Оглянувшись, он заметил, что двое мужчин выбежали из дома. Один стоял на коленях перед мертвецом, второй обозревал сад при свете мощного фонаря. Габриэль подпрыгнул и ухватился за металлические шипы наверху стены. Луч света упал на него, и кто-то закричал по-немецки. Он подтянулся, отталкиваясь ногами от стены. Пуля ударила в штукатурку, затем другая. Габриэль почувствовал, что на руках у него появились рваные раны. Он перебросил ногу через стену и пытался перевалиться на другую сторону. Но куртка зацепилась за шип, и он повис ослепленный. Голова его была четливо видна в свете фонаря. Он изо всех сил дернулся, так что шип отпустил его и рухнул в соседний сад. Конверт выскользнул из его куртки, и упал снег. Габриэль подобрал его, снова засунул в брюки и бросился бежать. Вспыхнули галогеновые лампы, затопив ночь электрическим белым светом. Где-то звучала тревога. Габриэль бежал вдоль вилы, пока не добрался до другой стены. Эта стена ограждала вилу от улицы. Он быстро взобрался на нее и спрыгнул на другую сторону. Он оказался в узкой улице. В соседних вилах зажгли с огни швейцарцы своей легендарной бдительностью. Он бежал по улице, а в голове звучала одиннадцатая заповедь Ари Шамрона. — Да не попади, сын! Он добрался до Крэбюль-штрасса, широкого бульвара, где была сбаркована его машина, и бегом спустился по слегка отлогой улиц, пока не заметил своей машины. Поскользнулся и упал на тротуар. Двои мужчин заглядывали в его машину, светя фонариками. Он с трудом поднялся на ноги, и в этот момент в фонарике мужчины осветили его. Он повернул в противоположном направлении, побежал вверх по холму. — Да предпримишь ты все, что угодно, лишь бы избежать ареста! Габриэль вытащил иглок, который забрал у мужчины в кабинете, и продолжал бежать. Начинала сказываться усталость. Холодный воздух обжигал ему легкие, а во рту был вкус чего-то ржавой крови. Пробежав немного, он увидел фары, спускающиеся с холма. Большой автомобиль Ауди. Колеса его прокручивались в недавно выпавшем снегу. Габриэль оглянулся и посмотрел вниз. Двое мужчин бежали за ним. Никаких боковых улиц, никаких проулков. Он в западне. — Да прольешь ты невинную кровь, если нужно! Ауди мчался прямо на него. Он остановился и вытянул руки, ржавшие иглок. Когда машина затормозила и, поскользив немного, остановилась в нескольких футах от него, он прицелился в силуэт за рулем. Но прежде чем он успел выстрелить, дверца со стороны пассажира распахнулась. — Габриэль, залезайте! — крикнула Анна Рольфе. — Быстро! Она ехала так же стремительно, как играла на скрипке. Одна рука на руле, другая вцепилась в рычаг переключения передач. Вниз по Тюрикбергу, через Лиммад, на тихие улицы в центре города. Габриэль внимательно смотрел через плечо. — Теперь можно поехать потише. Она сбавила скорость. — Где вы так научились водить машину? — Я ведь жила в Тюрихе, у меня была куча времени и денег. Когда я не занималась на скрипке, я носилась вокруг Тюрих-Зеи в одной из машин отца. К тому времени, когда мне исполнился двадцать один год, я разбила три машины. Поздравляю! Вам не идет злопыхательство, Габриэль. Мои сигареты в отделении для радиоприемника. Окажите услугу, раскурите одну для меня. Габриэль открыл консоль и вынул пачку жетан. Он поднес к сигарете зажигалку с приборной доски. Дым попал в горло, и он чуть не вздохнулся. Анна рассмеялась. — Мне только представьте себе некурящего израильтянина! Какого черта вы тут делаете? — Это все, что вы можете мне сказать? Ведь если бы я не появился, вас бы арестовали. — Нет, если бы вы не появились, я был бы мертв. Тем не менее, я по-прежнему хочу знать, какого черта вы тут делаете. Рами разрешил вам уехать из вилы. Я подозреваю, что к этому времени он, наверное, обнаружил, что меня там нет. — А как вы сбежали? — Я поднялась наверх в мою студию позаниматься. Поставила пленку с особенно длинной пьесой. Об остальном, полагаю, вы можете догадаться. — А как же вы выехали? — Карло сказал Рами, что он едет в деревню за покупками. Я лежал на заднем сидении под одеялом. — Надо полагать, несколько десятков сотрудников моей службы заняты сейчас отчаянным, бессмысленным поиском вас. Это было очень глупо с вашей стороны. — А как вы добрались до Цюриха? — Конечно, прилетела. — Прямиком из Лиссабона? — Да. — Сколько же вы времени здесь? — Около двух часов. — Вы заходили в дом отца? Она отрицательно покачала головой. Подъехав, я увидела двух мужчин, сидевших в припаркованной машине. Сначала я решила, что это частная охрана, а потом поняла, что-то не в порядке. — Как же вы поступили? — Я решила, что небезопасно ждать в машине, и поэтому стала ездить по окрестностям в надежде встретить вас до того, как вы попытаетесь туда войти. Я, конечно, вас упустила, а потом услышала вой тревоги. — Вы кому-нибудь говорили, что едете сюда? — Нет. — Вы уверены? — Конечно, уверены. — А что? — Потому что это многое объясняет. Это значит, что ваша вилла находится под постоянным наблюдением. Это значит, что они знают, что мы сюда возвращались. Это значит, что они следовали за мною в Рим и следуют за мной все время с тех пор. А что произошло в доме отца? Когда Габриэль закончил свой рассказ, Анна спросила. — Вы, по крайней мере, добыли бумаги о происхождении картин. Они исчезли. — Этого не может быть. Кто-то, должно быть, добрался на них раньше нас. А вы нашли еще что-нибудь? — Да, — подумал Габриэль. — Я нашел фотографию вашего отца с Адольфом Гитлером и Генрихом Гиммлером, любующимися видом из Бергхофа в Бергсгадене. — Нет, — сказал Габриэль. — Я ничего не нашел. — Вы в этом уверены? Вы не воспользовались возможностью порыться в личных бумагах моего отца? — Габриэль пропустил это мимо ушей. — Ваш отец курил? — Какое это имеет теперь значение? — Пожалуйста, ответьте на мой вопрос. — Ваш отец курил? — Да, мой отец курил. — Какие сигареты? — Бенсон Эд Хеджес. — Он никогда не курил силкац. — Он очень твердо держится своих привычек. — А кто-нибудь другой в доме курил таки? — Мне в этом неизвестно. А почему вы спрашиваете? — Потому что кто-то недавно курил в кабинете вашего отца силкац. Они подъехали к озеру. Анна подвела машину к тротуару. — Куда мы едем? — Вы возвращаетесь в Португалию. — Нет, — сказала она, — ничего подобного. — Будем заниматься этим вместе или не будем вообще? Она включила скорость. — Куда же мы едем? Глава двадцать шестая Лион Есть люди, которых оскорбила бы установка в их доме звукозаписывающей аппаратуры, включающейся от звука голоса. Профессор Эмиль Якоби не принадлежал к их числу. Вся его жизнь была в работе, у него не было времени ни на что другое, и уж безусловно ни на что такое, что могло бы доставить ему неприятность, если бы попало на видеопленку. В его квартиру на Реул-Антерн непрерывным потоком шли визитеры, люди с малоприятными воспоминаниями из прошлого, с рассказами, услышанными про войну. Как раз на прошлой неделе пожилая женщина рассказала ему о поезде, остановившемся около ее деревни в 1944 году. Она играла с группой подружек на лугу возле железнодорожной колеи, и они услышали стоны и поскребывания, доносившиеся из товарных вагонов. Подойдя к поезду, они увидели, что там люди, жалкие, несчастные люди, которые просили есть и пить. Теперь эта женщина поняла, что то были евреи, и что ее страна позволила нацистам везти этот человеческий груз по железной дороге в лагеря смерти на востоке. Если бы Якоби попытался записать ее рассказ от руки, он не сумел бы все передать. Если бы он поставил перед ней магнитофон, она могла бы застесняться. Якоби по опыту знал, что большинство пожилых людей нервничают перед микрофоном или видеокамерой. Поэтому они сидели в его уютной тесной квартире, точно старые друзья, и пожилая женщина рассказывала свою историю, не отвлекаясь тем, что перед ней блокнот или магнитофон, а потайная система Якоби тем временем записывала каждое слово. Сейчас профессор слушал пленку. Машина по обыкновению была поставлена на большую громкость. Он считал, что это помогает сосредоточиться, перекрывая шум улицы и голоса студентов, живущих в соседней квартире. Из его машины звучал не голос пожилой женщины, это был голос мужчины, того, кто приходил накануне, Габриэля Лона. Удивительная история, рассказ об Аугусусе Рольфе и его пропавшей коллекции картин. Якоби обещал израильтянину никому не говорить об их разговоре. Но когда эта история всплывет на свет, а Якоби понимал, что она со временем всплывет, он будет готов об этом написать. Он поставит еще один синяк под глазом своих смертельных врагов финансовой олигархии Цюриха. Его популярность в родной стране упадет еще ниже, и это радовало его. Мыть нужники — грязная работа. Эмилий Якоби был всецело поглощен этой историей, не меньше, чем в первый раз, когда слушал ее, поэтому не заметил, что в его квартиру проник некто, пока не стало слишком поздно. Якоби открыл было рот, чтобы позвать на помощь, но мужчина железным захватом заглушил его крик. Профессор заметил, как блеснуло лезвие направленного на него ножа, и почувствовал острую боль у основания горла. Последнее, что он увидел, — это как убийца взял магнитофон, опустил его в карман и направился к выходу. Глава двадцать седьмая Вена На западной окраине Вены Габриэлю пришлось крепко вцепиться в руль, так как руки у него тряслись. Он не был в этом городе с того вечера, как взорвалась бомба, с того вечера, когда были пожары, кровь, и была произнесена тысяча лживых слов. Он услышал вой сирены и не был уверен, происходит это в действительности или в воспоминаниях, пока синие огни скорой помощи не засверкали в его зеркальце заднего вида. Он съехал на бочину, сердце так и стучало о ребра. Он вспомнил, как ехал в скорой помощи с Леей и молил, чтобы она избавилась от боли и ожогов, какую бы цену ни пришлось за это заплатить. Он вспомнил, как сидел возле раздробленного тела своего сына, в то время как в соседней комнате начальник австрийской службы безопасности кричал на Ари Шамрона, ругая его за то, что он превратил центр Лены в зону войны. Габриэль вернул машину в поток транспорта. Необходимость везти машину помогла утихомириться его взбунтовавшим сочувствам. Пятью минутами позже он остановился в квартале Стефанс-дом у магазина сувениров. Анна открыла глаза. — Куда вы? — Подождите меня здесь. Он вошел в магазин и через пару минут вернулся к машине с полиэтиленовым пакетом в руке. Он протянул его Анне. Анна вынула оттуда пару больших солнечных очков и бейсбольные кепи со словом «Вена» на Тулье. — А что прикажете мне с этим делать? — Вы помните, что произошло в Лиссабонском аэропорту в тот вечер, когда вы показали мне место, где находилась отсутствующая коллекция вашего отца? — О, это был долгий вечер, Габриэль. Освежите мою память. Женщина остановила вас и просила автограф. — Это случается постоянно. — Именно это я имею в виду. Так что наденьте их. Она надела солнечные очки и заткнула волосы под кепи. Оглядела себя в зеркальце путаницы и, повернувшись, посмотрела на него. — Как я выгляжу? — Как знаменитость, которая пытается спрятаться с помощью пары больших очков и дурацкой шапки. — Устало произнес он. — Но пока сойдет. Он подъехал к отелю «Кайзерин Элизабет» на Вайбург-Гассе и зарегистрировался под фамилией Шмидт. Им дали номер с полами медового цвета. Анна упала на кровать, как была в кепе очках. Габриэль прошел в ванну и долго рассматривал свое лицо в зеркале. Он поднес правую руку к носу, ощутил запах пороха и огня и увидел лица двух мужчин, которых он убил на вилле Рольфа в Тюрихе. Открыл кран горячей воды, вымыл руки и шею. Внезапно ванная наполнилась призраками, бледными, безжизненными мужчинами с пылевыми отверстиями на лице и на груди. Габриэль опустил глаза и увидел, что раковина полна крови. Он вытер руки о полотенце, но бестолку на них по-прежнему была кровь. Потом комната завращалась, и он упал на колени перед стульчаком. Когда он вернулся в спальню, Анна лежала с закрытыми глазами. — Вы в порядке? — пробормотала она. — Я пойду на улицу, а вы никуда не выходите. Не открывайте двери никому, кроме меня. Вы ненадолго, верно? — Не слишком. — Я буду вас ждать, — сказала она, впадая в сон. — Как скажете. Она тут же заснула. Габриэль накрыл ее одеялом и вышел. Спустившись вниз в холл, Габриэль сказал услужливому партие по-венски, чтобы фрау Шмидт не тревожили. Партие кивнул с таким видом, словно хотел создать впечатление, что готова дать жизнь, лишь бы никто не помешал отдыху фрау Шмидт. Габриэль подтолкнул к партие несколько шиллингов и вышел из отеля. Он погулял по Штефансплац, проверяя, нет ли за ним хвоста, запоминая лица. Затем ошел в собор и прошел сквозь скопление туристов к боковому алтарю. Посмотрел на запрестольную икону, изображавшую мучениство святого Штефана. Габриэль как раз закончил реставрацию этого полотна в тот вечер, когда взорвали машину лей. Его работа хорошо сохранилась. Только наклонив голову, чтобы посмотреть на полотно при косопадающем свете, он смог увидеть разницу между нанесенным слоем краски и оригинал. Он повернулся и оглядел лица людей, стоявших позади. Он не признал никого, но нечто другое поразило его. Все они были точно в трансе от красоты запрестольной иконы. По крайней мере, хоть что-то хорошее появилось в результате его пребывания в Вене. Он в последний раз взглянул на полотно, затем вышел из собора и направился в еврейский квартал. Варварская мечта Адольфа Гитлера — избавить Вену от евреев — была в значительной мере осуществлена. До войны тут жило что-то около двухсот тысяч евреев. Многие в Муравейнике улиц вокруг Юденплац. Теперь там осталось всего несколько тысяч. Главным образом вновь прибывший с Востока и старый еврейский квартал превратился в ряды магазинов, ресторанов, ночных клубов. Среди Венцфон был известен как Бермудский треугольник. Габриэль прошел мимо закрытых баров на Штернгассе, затем свернул в извилистый проулок, который привел его к каменной лестнице. Наверху лестницы была тяжелая, утыканная гвоздями дверь. Рядом с дверью маленькая медная дощечка, претензии военного времени и запросы, только по договоренности. Он нажал на звонок. — Что вам угодно. Я хотел бы увидеть мистера Лавона, пожалуйста. Вам назначено? — Нет. Мистер Лавон не принимает без назначения. Боюсь, у меня чрезвычайные обстоятельства. — Могу я узнать ваше имя, пожалуйста? Скажите ему, что это Габриэль Аллон. Он меня вспомнит. Комната, в которой провели Габриэля, была классической венской по своим пропорциям и обстановке. Высокий потолок, натертый деревянный пол, блестевший в лучах света, падавшего из высоких окон. Книжные полки, провисшие под тяжестью бесчисленных томов и папок. Лавон выглядел тут затерянным, но сливаться с фоном был особым даром Лавона. Однако в данный момент он рискованно балансировал наверху библиотечные лесенки, листые содержимые объемистой папки и что-то бормоча про себя. Свет из окон освещал его в зеленоватых тонах, и тут Габриэль понял, что стекла здесь пуле непробиваемые. Внезапно Лавон поднял глаза от своих бумаг и слегка наклонил голову, чтобы видеть поверх пары заляпанных очков для чтения с полукруглыми стеклами, которые сидели на кончике его носа. На папку упал пепел с сигареты. Он, казалось, этого не заметил, так закрыл папку, поставил ее на место и улыбнулся. Габриэль, Алон, ангел-мститель Шамрона, бог ты мой, что ты тут делаешь? Он спустился по лесенке, как человек, у которого от старости все болит. Как всегда, он, казалось, надел на себя всю имевшуюся у него одежду — голубую рубашку на пуговицах, бежевый свитер, шерстяную кофту, обвисший пиджак в елочку, который выглядел на размер больше, чем нужно. Лавон был небрежно побрит, и на ногах у него были носки без ботинок. Он взял Габриэля за руки и поцеловал в щеку. Как же давно это было! Двадцать пять лет назад, — подумал Габриэль. По лексикону операции «Гнев, господень» Лавон был филер, а археолог по образованию. Он выслеживал членов Черного Сентября, изучал их привычки и придумывал, как их убить. Он был блестящим наблюдателем, хамелеоном, который мог меняться в зависимости от окружающей среды. Эта операция потребовала от всех них невероятного физического и психологического напряжения. Но Габриэль помнил, что Лавон пострадал больше всех. Работая один на периферии, подолганодясь среди врагов, он стал страдать хроническим заболеванием желудка, снявшим тридцать фунтов с его и без того худой фигуры. Когда все было кончено, Лавон стал заместителем профессора в Ивритском университете, а выходные дни проводил на раскопках на Западном берегу. Вскоре он услышал другие голоса. Подобно Габриэле, он был сыном родителей, переживших геноцид. Поиски древних реликвий показались ему пустяками, ведь столько было всего накопано о ближайшем прошлом. Он обосновался в Вене и употребил свои немалые таланты на работу другого рода. Он стал выслеживать нацистов и награбленными добро. — Так что ж привело тебя в Вен? — Дела, развлечения. — Аугустус Рольфе. — Рольфе? — Банкир? Лавон наклонил голову и уставился на Габриэле поверх очков. — Габриэль! — Ты же был не из тех, кто он изобразил из своей руки револьвер. Габриэль расстегнул молнию на куртке, достал конверт, который он забрал из ящика в письменном столе Рольфе и протянул его лавон. Тот вскрыл конверт с такой осторожностью, словно у него в руках был кусок античной керамики, и достал содержимое. Он посмотрел на первую фотографию, потом на вторую. На его лице не отразилось ничего. Потом поднял глаза на Габриэля и улыбнулся. — Ну и ну! Герр Рольфе хранил чудесные фотографии. — Где ты их нашел, Габриэль? — В письменном столе старика в Тюрихе. Лавон взял пачку документов. — А эти? — Там же. Лавон снова просмотрел фотографии. — Фантастика! То есть, мне надо достать несколько папок. Я прошу девочек подать тебе кофе и чего-нибудь поесть. Мы тут пробудем какое-то время. Они сели напротив друг друга за квадратный большой стол. Между ними лежала кипа папок. Габриэль подумала о людях, приходивших сюда до него, пожилые и люди, убежденные, что мужчины, живущие в квартире рядом, — один из их мучителей в Бухенвальде. Дети, старающиеся вскрыть номерной счет в Швейцарии, где их отец держал свои сбережения, причем его отправили на восток, в архипелаг смерти. Лавон выбрал одну из фотографий. Рольфи сидит в ресторане рядом с мужчиной, у которого двойные шрамы на щеках. И поднес ее к Габриэлю. — Узнаешь этого человека? — Нет. Его звали Вальтер Шаленберг, бригаденфюрер СС. Лавон взял из кипа верхнюю папку и раскрыл его на столе перед собой. Вальтер Шаленберг был главой четвертого отдела главной конторы по безопасности Рейха. Четвертый отдел занимался разведкой за границей, что делало Шаленберга международным шпионом нацистской партии. С ним связаны некоторые наиболее драматические эпизоды из истории разведки во время войны. Инцидент Свенло, попытка выкрасть герцога Вензорского и операции Цицерон. На Нюрнбергском процессе он был осужден как член СС, но получил маленький срок — всего шесть лет тюрьмы. — Шесть лет? Всего? Почему? — Потому что в последние месяцы войны он добился выпуска нескольких евреев из лагерей смерти. Как ему это удалось? Он их продал. Тогда почему же величайший шпион нацистской партии ужинал с Аугустом Рольфе? — У разведок во всем мире есть одно общее. Они все существуют на деньги. Даже Шамрон не мог бы выжить без денег. Но когда Шамрону нужны деньги, он просто кладет руку на плечо богатому другу и рассказывает ему, как он захватил Эйхмана. У Шелленберга была особая проблема. Его деньги ходили только в Германии. Ему был нужен банкир в нейтральной стране, который мог снабжать его валютой, а потом переправлять эти деньги через подставную компанию или как-либо иначе его агентом. Шелленбергу был нужен такой человек, как Аугустус Рольфе. Левон взял документ, который Габриэль вынул из письменного стола Рольфе. «Возьмем вот этот перевод. Полторы тысячи фунтов перечислено со счетов Pillar Enterprises Limited на счет мистера Айвана Эдберга. Венский Ильдебанк в Стокгольме. 23 октября 1943 года». Габриэль внимательно просмотрел документ, потом вернул его через стол. «Швейцария была, конечно, нейтральной страной и рассадником для разведки в военное время», — сказал Лавон. «У Шелленберга наверняка находился там агент. Есть не целая сеть. И я подозреваю, что мистер Эдберг был одним из этих агентов, возможно, глава команды и казначей сети». Лавон положил ордер на перевод средств назад в папку и вынул другой документ. Он проглядел его сквозь свои очки для чтения, щурис от дыма сигареты, которую держал в зубах. «Еще один ордер на перевод. Тысяча фунтов стерлингов со счета Pillar Enterprises Limited. Мистеру Хосе Суаресу на Лиссабонский банк». Лавон опустил бумагу и посмотрел на Габриэля. Португалия, как и Швеция, была нейтральной страной. И Лиссабон был местом развлечений для шпионов. Шелленберг сам действовал оттуда во время истории с герцогом Вензорским. Значит, Рольфи был тайным банкиром Шелленберга. Но как-то объясняет фотографию, на которой Рольфи находится в Верхстенгадене вместе с Гиммлером и Гитлером. Лавон с благоговением истого Венца приготовил следующую чашку кофе, точное количество густых сливок и ровно столько сахара, чтобы брать горечь. Габриэль подумал о том, как Лавон жил на конспиративной квартире в Париже и пил минеральную воду и слабый чай, потому что его больной желудок не переносил ничего больше. Все изменилось в Германии после Сталинграда. Даже те, кто действительно верил Гитлеру, понимали, что настал конец, русские продвигались с востока. Окупация была неизбежна с запада. Все, кто за время войны накопил богатство, отчаянно хотели удержать их. И к кому ты думаешь, они обратились? К банкирам Швейцарии. И Аугастос Рольфи был единственным в своем роде, кто имел возможность нажиться на изменениях в приливах войны. Судя по этим документам, похоже, он был важным агентом Вальтера Шоленберга. Я подозреваю, что нацистские шишки питали глубочайшее уважение к Геру Рольфе, как к человеку, которому можно было доверить свои деньги. Свои деньги! Свои украденные сокровища! Все! А что скажешь начать этого списка, если это имена и банковские счета? По-моему, вполне можно предположить, что это его германские клиенты. Я сверю эти фамилии с нашими данными и посмотрю, не соответствуют ли они известным членам СС и нацистской партии. Но я подозреваю, что это псевдонимы. В банковских архивах могут быть другие записи, связанные с этими счетами. Но он отрицательно покачал головой. — Обычно настоящие фамилии владельцев номерных счетов известны только банковскому начальству. Чем знаменитее вкладчик, тем меньше народ узнает фамилию обладателя счета. — Если эти счета принадлежали нацистам, я сомневаюсь, чтобы кто-либо знал о них, кроме Рольфа. Коль скоро он хранил этот список после стольких лет, значит ли это что? Счета до сих пор существуют? Я полагаю, это возможно. Это зависит в значительной степени от того, кому они принадлежали. — Если владелец счета был в состоянии выбраться из Германии по окончании войны, тогда я сомневаюсь, чтобы такой счет все еще существовал. — Если же владелец счета был арестован союзниками, тогда вполне возможно, что его деньги и ценности все еще находятся в сейфе банка Рольфи. Возможно, но едва ли. Лавон собрал документы и фотографии, положил их обратно в конверт. Затем посмотрел на Габриэль и сказал, — Я ответил на все твои вопросы. Теперь настало время тебе ответить на мои. Что ты хочешь узнать? — Вообще-то всего одну вещь, — сказал Лавон, держа в руке конверт. — Мне хотелось бы знать, какого черта ты занимаешься секретными бумагами Аугасуса Рольфе. Лавон ничего так не любил, как хорошую историю. Это всегда было так. Во время операции, связанной с Черным Сентябрем, они с Габриэлем оба не спали. Лавон из-за желудка, Габриэль из-за угрызений совести. Габриэль вспомнил сейчас, как Лавон сидел на полу, худющий, скрестив ноги, и спрашивал Габриэля, какого это убить человека. И Габриэль рассказывал ему, потому что ему нужно было кому-то об этом рассказать. — Значит, нет Бога, — сказал тогда Лавон, — существует только Шамрон, и Шамрон решает, кто будет жить, а кто умрет, и он посылает таких, как ты, парней, осуществлять его страшную месть. — Сейчас, как и тогда. Лавон не смотрел на Габриэля, пока тот говорил. Он смотрел вниз на свои руки и вертел зажигалку ловкими маленькими пальцами, пока Габриэль не кончил. — У тебя есть список картин, которые были взяты из тайного хранища? — Есть, но я не уверен, насколько он точен. В Нью-Йорке есть один человек. Он посвятил свою жизнь произведениям искусства, украденным нацистами. Он знает содержимое всех коллекций, всех денежных переводов, всего, что было найдено, возвращено, всего, что все еще неизвестно где. Если кто-то и знает что-либо о том, как Хаугастос Рольфи собирал свою коллекцию, это он. — Спокойно, Элли, очень спокойно. Дорогой мой Габриэль, другого пути я не знаю. Они надели пальто, и лаван проводил его через Юденплац. — А дочь знает что-нибудь об этом? — Пока еще нет. Я тебе не завидую. Я позвоню тебе, когда услышу что-либо от моего друга в Нью-Йорке. А пока иди к себе в отель и отдохни, вид у тебя не очень хороший. — Не помню, когда в последний раз я спал. Лаван покачал головой и положил маленькую руку на плечо Габриэля. — Ты снова убил кого-то, Габриэль? Я это вижу по твоему лицу. Мету смерти. Пойди к себе в номер и вымой лицо. А ты будь умницей и почаще смотри, что происходит за твоей спиной. — Когда-то я следил, что происходит за твоей. Ты был лучшим из лучших. — Я доверю тебе одну тайну, Габриэль. Я по-прежнему самый лучший. С этими словами лаван повернулся и растворился в толпе на Юденплац. А Габриэль направился в маленькую тротурию, где он ел последний раз своими леей и дани. Впервые за десять лет он стоял там, где взорвалась машина. Он посмотрел вверх и увидел шпиль святого Штефана, словно плывший над крышами домов. Внезапно подул ветер. Габриэль поднял воротник пальто. Чего он ожидал, что от него нахлынет горе? Ярость, ненависть. К большому своему удивлению он не чувствовал ничего. Он повернулся и под дождем пошел назад к своему отелю. Просунутая под дверь его номера дипресса лежала на полу в нише. Габриэль поднял газету и вошел в спальню. Анна все еще спала. В какой-то момент она разделась, и в приглушенном свете он увидел светящуюся кожу ее плеча. Газета упала из рук Габриэля на кровать рядом с ней. На него навалилась усталость. Ему необходимо было поспать. Но где? На кровати. Рядом с Анной, рядом с дочерью Аугасуса Рольфе. Как много она знала. Какие тайны скрывал от нее отец. Какие тайны скрывал она от Габриэля. Он вспомнил слова Джулиана и Шервуда, которые сказал ему в Лондоне. «Всегда считай, что она знает о своем отце и его коллекции больше, чем говорит тебе. Дочери склонны защищать своих отцов, так когда они думают, что их отцы полнейшие мерзавцы». «Нет», — подумал Габриэль, — «он не ляжет рядом с Анной и Рольфе». В чулане он обнаружил дополнительное одеяло и подушку и постелил себя на полу. Впечатление было такое, что он лежит на холодном мраморе. Он протянул руку и вслепую пошарил по покрывалу в поисках газеты. Тихонько, чтобы не разбудить, Анну раскрыл газету. На первой странице был рассказ об убийстве в Лионе швейцарского писателя Эмилия Коби. Глава двадцать восьмая. Вена. Уже стемнело, когда Эли Лавон позвонил Габриэлю в номер. Анна пошевелилась и снова погрузилась в тревожный сон. Днем она сбросила, а одеяло лежало без них, подставив тело холодному воздуху, проникавшему в приоткрытое окно. Габриэль накрыл ее и спустился вниз. Лавон сидел в зальце и пил кофе. Он налил немного кофе Габриэлю и потянул ему чашку. «Сегодня я видел по телевизору твоего приятеля Эмилия Коби», — сказал Лавон. «Похоже, кто-то вошел в его квартиру. В Лионе перерезал ему горло». «Я знаю». «А что ты услышал из Нью-Йорка?» «Считают, что между 1941 и 1944 годами. Аугастос Рольфи приобрел большое число картин импрессионистов и современных художников из галереи Люцерна и Цюриха. Картин, которые за несколько лет до того висели в галереях и домах, принадлежавших евреям в Париже». «Вот это сюрприз», — пробормотал Габриэль. «Большое число. Сколько?» «Неясно». «Он купил их?» «Не совсем». «Считают, что картины, приобретенные Рольфи, были частью крупных обменов, которые проводили в Швейцарии агенты Германа Геринга». Габриэль вспомнил, что говорил ему Джулиан и Шервуд о том, как алчно коллекционировал Рекс-Маршал. Геринг имел неограниченный доступ к Жо де Пом, где собирались конфискованные во Франции произведения искусства. Он захватил сотни произведений современных художников, которые использовал в качестве бартера для обмена на произведения предпочитаемых им старых мастеров. «Ходят слухи, что Рольфи разрешено было приобретать картины за минимальные суммы, — сказал Лавон, — за такие, что были намного ниже их стоимости. В таком случае, согласно швейцарскому законодательству, его приобретения были абсолютно законны. Рольфи мог сказать, что покупал их честно. Даже если картины были крадены, по закону он не обязан был их возвращать. «Похоже, что так. Но следует задать такой вопрос. Почему Аугустус у Рольфи разрешали покупать картины, прошедшие через руки Генри Хагеринга по заниженным ценам? У вашего приятеля в Нью-Йорке есть ответ на этот вопрос? Нет. Но он есть у тебя. О чем ты, Элли? О фотографии. И банковские документы, которые ты нашел в столе Рольфа. Его связь с Вальтером Шелленбергом. Семья Рольфи занималась коллекционированием разряжения поколений. У Рольфа были хорошие связи. Он знал, что происходит по ту сторону границы Франции, и хотел получить свой кусок. А Вальтеру Шелленбергу нужно было как-то вознаградить своего банкира в Цюрихе. Совершенно верно, — сказал Лавон. Плата за услуги. Габриэль откинулся на спинку стула и закрыл глаза. — Что теперь, Габриэль? — Пора поговорить о том, чего я опасался. Когда Габриэль поднялся наверх в свой номер, Анна только что начинала просыпаться. Он тихонько потряс ее за плечо, и она, вздрогнув, села, словно ребенок, еще не понимающий, где он находится. Она спросила, который час. Габриэль сказал ей, что дело близится к вечеру. Когда она полностью пришла в себя, он пододвинул стул к концу кровати и сел. Он не включал свет, и ему не хотелось видеть ее лицо. Она сидела, выпрямившись, схрестив ноги в накинутом на плечи одеяле и смотрела на Габриэля. Даже в полутьме Габриэль видел, как она впилась взглядом в его лицо. Он рассказал ей о происхождении тайной коллекции ее отца. Он рассказал ей о том, что узнал от Эмилия Якоби и о том, что профессора убили предыдущей ночью в его квартире в Лионе. Под конец он рассказал ей о документах, которые нашел в письменном столе ее отца. Документах, связывавших его с главным шпионом Гитлера Вальтером Шалленбергом. Окончив свой рассказ, он положил фотографии на кровать, и прошел в ванную, чтобы дать ей возможность побыть одной. Он услышал щелчок, включая ему у кровати лампы и увидел свет под дверью в ванную. Он открыл воду над раковиной и мысленно стал медленно считать. Когда прошло достаточно времени, он вернулся в спальню и обнаружил, что Анна лежит, свернувшись в комок. Тело ее тихо подрагивает, а рука сжимает фотографию отца, любующегося с Адольфом Гитлером и Генрихом Гиммлером видом из Берта с Гадена. Габриэль выдернул фотографию из ее пальцев, прежде чем она успела ее уничтожить. Затем положил руку на ее голову и стал гладить по волосам. Анна громко зарыдала, она задохнулась и закашлялась тяжелым кашлем курильщицы, после чего стала ловить ртом воздух. Наконец она подняла глаза на Габриэля. Если мама когда-либо видела этот снимок... Она помедлила, раскрыв рот. Слезы струились по ее щекам. Она бы... Но Габриэль прижал ладонь Анны к ее губам, прежде чем она закончила фразу. Он не хотел, чтобы она это произнесла. Не было необходимости. Если бы ее мать увидела эту фотографию, она покончила бы с собой, подумал он. Она вырвала бы себе могилу, приложила бы револьвер к рту и убила бы себя. На этот раз Анна исчезла в ванной. Вернулась она спокойная, но глаза были красные, а кожа мертвенно-бледная. Она села на край кровати, держа фотографии и документы в руке. Что это? Похожая перечень номерованных счетов. Чьих номерованных счетов? Фамилии немецкие. Мы можем лишь догадываться, кто эти люди. Она, внимательно сдвинув брови, изучила список. Моя мать родилась в Рождество 1933 года. Я вам это когда-либо говорил? Дата рождения вашей матери никогда не возникала в разговоре между нами, Анна. Почему она вдруг возникла сейчас? Она протянула ему список. Посмотрите на последнюю фамилию. Габриэль взял из Ирок документ. Его взгляд остановился на последней фамилии и номере. Алоис Риттер, 251-233-126. Он поднял глаза. Ну и что? Разве не любопытно, что мужчина с теми же инициалами, что и у моего отца имеет счет с номером, где первые шесть цифр соответствуют дню рождения моей матери? Габриэль снова посмотрел на список. Алоис Риттер, А.Р. 251-233. Рождество. 1933. Он опустил бумагу и посмотрел на Анну. А последние три цифры, они что-то для вас значат? Боюсь, что нет. Габриэль посмотрел на цифры и закрыл глаза. 126. Где-то и когда-то он, безусловно, видел эти цифры в связи с данным делом. Он был обречен иметь безупречную память. Он никогда ничего не забывал. Мазки кистью при реставрации картины святой Штефан в соборе. Мелодия, которую передавали по радио ночью, когда он бежал из отеля Нидердорф, убив Али Хамеди. Запах оливок в дыхании Илей, когда он в последний раз поцеловал ее на прощание. Затем буквально через минуту место, где он видел число 126. Анна всегда носила с собой фотографию брата. Это была ее последняя фотография, лидера на одном из этапов тур де суис в день его смерти. Габриэль видел эту фотографию и на письменном столе Аугустуса Рольфе. Он взглянул на номер на велосипеде и на спине велосипедиста. 126. Анна вдруг сказала, похоже, нам придется ехать назад в Тюрих. Да, такое что сделала с вашим паспортом и с вашей внешностью. А что не в порядке с моим паспортом? Там стоит ваше имя. А с моей внешностью? Абсолютно ничего в том-то и проблемы. Он снял телефонную трубку, набрал номер. Девушка по имени Ханна Ландау пришла в номер в 10 часов вечера. На руках у нее были браслеты, и от нее пахло жасмином. На плече висел ящик, похожий на тот, в котором Габриэль хранил свои кисти и краски. Она немного поговорила с Габриэлем, затем взяла Анну за руки и повела в ванную, закрыв дверь. Через час Анна вышла оттуда. Ее светлые волосы по плечи были коротко острижены и выкрашены в черный цвет. Зеленые глаза стали голубыми от косметических линз. Она поразительно изменилась, словно стала совсем другой женщиной. — Одобряете? — спросила Ханна Ландау. — Снимите ее. — Израильтянка сделала полароидом полдюжины фотографий Анны и разложила снимки на кровать, чтобы Габриэль посмотрел их. Когда они кончили проявлять снимки, Габриэль сказал — вот этот. Ханна отрицательно покачала головой. — Нет, я думаю, вот этот. Она схватила из снимок и, не дожидаясь одобрения Габриэля, вернулась в ванную. А Анна села перед зеркалом и долго рассматривала свое отражение. Минут через двадцать Ханна снова появилась. Она показала свою работу Габриэлю, затем пересекла комнату и положила ее на туалетный столик переданной. — Поздравляю, мисс Рольфе. Вы теперь гражданка Австрии. Глава двадцать девятая. Тюрих. На полпути между Центральным вокзалом и Тюрихским озером находится центр банковского дела. Параденплац. Главное управление двух близнецов, Крейди и Суис и Виньонбанк Швейцарии, смотрят друг на друга слепым взглядом через широкий простор серого булыжника. Это два гиганта швейцарского банковского дела, которые входят в число самых могущественных в мире. В их тени вверх и вниз по Банхофстрассе стоят другие большие банки и влиятельные финансовые организации с блестящими вывесками и начищенными стеклянными дверями. А по тихим боковым улочкам и переулкам между Банхофстрасс и рекой Силь разбросаны банки, которых мало кто замечает. Это приватные часовни швейцарских банкиров, места, где втайне люди молятся и исповедуются. Швейцарский закон запрещает этим банкам домогаться вкладов. А они могут именоваться банками, если хотят, но не обязаны это делать. Их трудно найти, легко пройти мимо, они заткнуты среди современных офисов или в комнатах городских домов, простоявших не одно столетие. В одних работают несколько десятков сотрудников, в других всего горстка. Это во всех отношениях частные банки. Вот среди них-то на следующее утро и начали свои поиски Габриэль и Анна Рольф. Она просунула руку Габриэлю под локоть и потащила его под Банхофстрасс. Это был ее город, так что теперь руководство взяла в свои руки она. А Габриэль всматривался в лица прохожих в поисках признаков узнавания. Если Анну где-то в мире и заметят, то это здесь. Но никто не обращал на нее внимания. Похоже, что макияж, быстро проведенный их Анной и Ландау, срабатывал. С чего начнем? Спросил Габриэль. Подобно большинству швейцарских банкиров, мой отец имел профессиональные счета в других швейцарских банках. Корреспондентские счета? Совершенно верно. Начнем с тех, с которыми, как мне известно, он имел дело в прошлом. Что если счет не в Цюрихе? Что если он в Женеве? Мой отец был цюрихцем до мозга костей. Ему никогда в голову не пришло бы доверить свои деньги или свои ценности французу в Женеве. Если мы найдем счет, нет никакой гарантии, что мы получим доступ к нему. Это правда. Банкиры засекречивают счета в такой мере, в какой хочет владелец счетом. Нам могут дать лишь доступ к номеру. Нам может потребоваться пароль. Нам могут указать на дверь. Но стоит попытаться, верно? Давайте начнем вот с этого. И, изменив без предупреждения направление, она побежала через Банхофф-штрассы прямо перед быстро ехавшим трамваем, таща за руку Габриэля. Она повела его на маленькую улочку Беренгассы и остановилась у простой двери. Над дверью была сторожевая камера, а на каменной стене рядом с ней медная табличка, такая маленькая, что ее можно было не заметить. Хоффман и Уэк. Беренгассы, 43. Анна нажала на звонок и стала ждать. Через пять минут они уже были снова на улице и направлялись к следующему по списку Анны банку. Там процедура замянула немного больше времени, семь минут подсчет у Габриэля. Но результат был тот же самый, снова на улице с пустыми руками. Так оно и шло. Всякий раз процедура лишь слегка отличалась от предыдущей. После осмотра по охранной камере их впускали в вестибюль, где их встречал настороженный сотрудник банка. Переговоры вела Анна. Всякий раз быстро, но вежливо. Наконец их ввели в святая и святы их внутренний офис, где хранятся тайные счета, и усаживали на стуле перед столом банкира. После нескольких пустопорожных любезностей банкир осторожно прочищает горло и вежливо напоминает, что это потеря времени, а на банк Оффстрассе время — это, безусловно, деньги. Затем Анна говорила. «Я хотел бы иметь доступ к счету Гера Алоиса Риттера». Пауза. Несколько ударов по клавиатуре компьютера. Долгий и внимательный взгляд на светящийся экран. «Извините, но у нас нет счета на имя Алоиса Риттера. Вы уверены?» «Да, абсолютно. Благодарю вас. Извините, что мы отняли у вас ваше ценное время. Нисколько возьмите нашу карточку, быть может, вам понадобятся наши услуги в будущем. Было очень любезно. Побывав в одиннадцати банках, они выпили кофе в маленьком ресторанчике под названием «Кафе Абриош». Гавриэль начал нервничать. Они болтались вокруг банка Оффстрасса почти два часа. Их не могли не заметить. Следующая остановка была у Беккера и Пул, где их встретил сам Герр Беккер. Он был весь накрахмаленный и суетливый, и очень лысый. Кабинет у него был унылый и совсем голый, точно операционный. Когда он смотрел на экран своего компьютера, Габриэль видел, как в протертых стеклах его очков призраками отражаются бегущие фамилии и номера. Через минуту внимательного просмотра он оторвал взгляд от экрана и сказал «Номер счета, пожалуйста». Анна по памяти произнесла «Двадцать пять, двенадцать, тридцать три, сто двадцать шесть». Беккер отстучал на клавишах «Пароль». Габриэль почувствовал, как сжала грудь. Он поднял глаза и увидел, что Герр Беккер смотрит на него поверх компьютера. Анна слегка прочистила горло и сказала «Адажу». «Прошу следовать за мной». Маленький банкир провел их из своего кабинета в зал для просмотра с высоким потолком, стенами обшитыми, деревянными панелями и квадратным столом с дымчатой стеклянной крышкой. «Вам лучше уединиться тут», — сказал он. «Пожалуйста, устраивайтесь поудобнее. Я принесу вам содержимое вашего счета через несколько минут». Когда Беккер вернулся, в руках у него металлический ящик сейф. «Согласно условиям хранения данного счета, всякому, назвавшему правильно номер счета и пароль, разрешается доступ к сейфам», — сказал Беккер, опуская ящик на стол. «Все ключи у меня». «Я поняла». «Насвистываешь что-то мелодичное?» Беккер достал из кармана тяжелую связку ключей и стал искать нужный ключ. Найдя его, он поднял ключ вверх, проверяя гравировку, затем вставил в замок и поднял крышку ящичка. В воздухе мгновенно запахло гниющей бумагой. Беккер отошел на почтительное расстояние. «Есть еще один ящик сейф. Боюсь, он слишком большой. Вы его тоже хотите посмотреть?» Габриэль и Анна переглянулись через стол и одновременно произнесли. «Да». Габриэль подождал, когда Беккер выйдет из комнаты, и тогда открыл крышку. Их было шестнадцать, аккуратно свернутых, накрытых защитной пленкой. «Берега» «Берега»